Всем привет, это подкаст You Up Design. Сегодня 11 января 2016 года, выпуск номер 65. Всем привет. Я специально подчеркнул, что 2016 года, потому что в прошлый раз я факапнулся и сказал 2015. Ну отлично, то есть свежий подкаст все-таки сегодня. Все-таки свежий, и у нас есть для вас несколько громких тем. Во-первых, 7 личных качеств, которыми должен обладать хороший дизайнер. Потом рассмотрим новости CES 2016. А также узнаем 4 способа сделать ваш код лучше в 2016. Погнали. А мы знаем еще несколько способов сделать ваш джингл лучше в 2016, а именно перезаписать его, потому что в прошлый раз мы опять же факапнулись, точнее я, и удалил с рабочего стола случайно файлы с записями. Давай. Мощные и надежные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надежным и мощным оборудованием. А слепительный комьюнити проект UwebDesign рекомендует услугу «Аренда ВПС-сервера», которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Иными словами, ВПС-хостинг нужен таким проектам, которые переросли первоначально небольшие сайты, и им больше не хватает имеющихся ресурсов. Приятным бонусом станет оперативная техническая поддержка, которая превратит вашу работу в настоящий праздник. Так, окей. Ну давай начнем прям с места в карьеру, у нас сегодня не так много времени. Хотя время-то оно всегда при нас, вот эта философская фраза. Мы уже сидим тут и темнота, вы не представляете. Вы вот во сколько слушаете нас, напишите в комментариях, мы сидим уже и пол-одиннадцатого. Ты сказал, что? Да, да, нет, не сказал, пол-одиннадцатого по-челябинскому. Так вот, семь персональных качеств, которыми должен был дать Great Designer. Кстати, статью написал Игорь Овсянников. То есть русский чувак, но на Creative Market. Да, на Creative Market. Dot com. Так вот, и здесь нам... Ух ты, блин, у меня Web Design Newz прямо в экран написал. Так вот, кроме этого нам пишут, что вот как бы в принципе всегда спрашивают о том, вот где вы находитесь. И если скажешь дизайнер, то будут думать примерно как если скажешь ученый, что какой-то чувак интроверт сидит там сам с собой, что-то придумывает там и так далее с бородой. А это не всегда так, но иногда и так. То есть нам заводочка есть, что есть какие-то определенные стереотипы, которые иногда правдивы, а иногда и неправдивы. Давайте разберемся и узнаем в нас те черты, о которых говорит нам автор. Здесь, кстати, у него такая прикольная картиночка с шоколадкой. Вижу, да. Ради фольги покупал, стопудово, интроверт-дизайнер. И тут еще даже написано Fresh Mail. У него написано еще Keep Calm and Carry On. Да. Короче говоря, первое, нужно быть чутким, участным, грубо говоря. То есть ты должен полностью чувствовать, как чувствовать себя, простите за тавтологию, целевая аудитория. ЦА, если угодно. Что их заводит, что их стимулирует. То есть как бы нужно умело очень ставить себя на место других людей, быть чутким. Мне вот, кстати, когда я вижу слово Empathy, я сразу вспоминаю первый Fallout, как это ни странно. И там был перк Empathy, который в диалогах подсвечивает, какие варианты лучше бы ответить. То есть он подсвечивает красным те варианты, которые либо приведут к тому, что тебя пошлют нахрен, либо прям начнут бой и это. Как мы в детстве говорили, на тебя поперся весь город, вот попрутся на тебя. Так вот, а синим подсвечивал те варианты, которые сильно понравятся твоему собеседнику. Вот дизайнер должен видеть, какие моменты там в интерфейсе или в продукте, в вашем, должны сильно понравиться вашей целевой аудитории и на таких и концентрироваться. Метикулос. Это следующая степень дизайна. Да, не степень, а качество, которое он должен назвать, дотошный, я бы это перевел. Нужно видеть, вот тут просто расписано, что это вот тот самый момент, когда вот все люди смотрят на макет, и все для них отлично. А дизайнер это вот тот самый человек, который увидит отступ на один пиксель слева, не совпадающий справа. Я вот иногда вижу в себе эту черту, когда нам Саня очередную какую-нибудь хрень кинет, логотип или что-нибудь такое, и очевидно прям, что справа меньше отступ, чем слева. И как бы он всегда говорит, а иллюстратор отцентровал, и хочется ему напомнить, что бывает такая вещь, как оптическая компенсация. То есть кажется, что не ровно, хотя хоть и ровно, но сделать-то надо не так, чтобы для компьютера было ровно, а для ЦА. И поэтому лучше сдвинуть вправо, несмотря на то, что даже ты сам знаешь, что отступ будет другой, но нужно сдвинуть, чтобы выглядело прям именно по центру и круто было. Ну, возвращаясь к нашему прошлому подкасту, можно сказать, что ты еще перфекционист. The perfectionist. Ну да, да, the perfectionist. Ну, это же... Там тоже типа семь личностей. Семь грехов. Ну да, то есть как-то все по семь. А заповеди сколько? Шесть? Сейчас, кстати, напишите в комментариях, сколько заповедей. Напишите в комментариях, сколько заповедей в вашей религии. В нашей, по-моему, шесть... Нет, все-таки семь. Сейчас мы, кстати, узнаем, какая у нас религия. Ну так вот, там тоже была очень подобная статья, какие именно люди вам нужны, но здесь именно вот про дизайнера говорят. Но я согласен, что хороший дизайнер, он в себе все и всех сочетает. Это просто ultimate person получится. Patient должен быть терпеливым. Нет, нет, не passionate, а patient, терпеливым. Любой дизайнер, он терпеливый, потому что всегда есть моменты, когда приходится прямо выкручивать себе руки, вырывать волосы или биться головой от твердой поверхности. Ну, короче говоря, преодолевать моменты, когда все, казалось бы, говно, все нервное, но надо прям доказывать клиенту, что нет, здесь лучше использовать синий цвет, а не зеленый, потому что он там концентрацию увеличивает и вообще там... И так будет понятнее пользователям вашего клиента. То есть, хотя на самом деле, мне кажется, терпение в любой работе нормальное. Если ты... Ну, тут здесь будет еще одно качество, которое прям повторяет терпеливый, но да. Perceptive, наблюдательный, восприимчивый. Вообще, perception, восприятие, но наблюдательный. Короче говоря, нужно видеть, что именно может быть в вашем дизайне, в вашем продукте такого, чего нет у других. Надо смотреть по сторонам, обращать внимание на то, как у других делать у себя немножечко не так. Что-то новое каждый раз предлагать своим, как там сказать, покупателям. ЦА, опять же, для вашей целевой аудитории, и, блин, это было бы круто. Всегда находить хорошую, так скажем, хорошее решение именно для той ситуации, которая в данный момент есть. Комьюникатив. И, как бы сказать, общительным, но здесь даже говорится не в том смысле, что нужно базарить уметь. Хотя и это тоже. Это мы... Вот неделю назад мы обсуждали The Politician, да, чувака, который умеет продать любой дизайнер, даже там... Ох, дизайнер, дизайн. Даже если его за один день до этого на коленке сделали, потому что там факапнулись кто-то. Так вот, здесь имеется в виду, насколько ты можешь коммуницироваться, то есть говорить с людьми языком цветов. Вау. Языком фигур, вот этого всего. То есть ты комьюникатив, как бы, с помощью своего искусства. С помощью, да, своего мастерства ты доносишь мысль. Вот есть у тебя мысль, не убей, а ты всего лишь постер рисуешь. И вот надо, чтобы посмотрел на него твой ЦА, твоя ЦА, и не убил, да. Хотя бы у него в голове, чтобы надпись, вот, не убей, появилась. А то, что он не убил, это уже его там дальнейшее дело. Ну и мотивейтед, оставляться мотивированным. Я вот это как-то провожу аналогию с Patient. Там нужно просто терпеливо что-то делать. В смысле, что бывают черные полосы, бывают белые. Сразу хочется анекдот Путички вспомнить. Это еще белая была полоса. Вот тут надо то же самое. Путичка, он дизайнер в душе. Он-то да. Путич, он, возможно, всеми семью качествами обладает. Он как бы the politician, конечно. Да, вот кроме, кстати, последнего. Не мотивейтед, а open to change, добегая вперед. Так вот, а мотивейтед, это... Даже если все уныло, и какая-то задача длинная на вас свалилась, которую целый месяц потребует работы, нужно оставаться на протяжении всего этого месяца мотивированным и не стухнуть к самому концу без подпинывания. Это тоже надо уметь, на самом деле. Без подписчиков. Open to change, быть открытым к изменениям. Всегда следить за новыми веяниями, за новыми технологиями, за новыми цветами понтона. И не стрематься, или как это сказать по-русски? Не... Вот эту вот комбинацию розового и голубого. Ну, короче, да. И в конце, а вы вот дизайнеры, или собираетесь им стать, сколько вот у вас перечисленных черт есть? Мне вот этот эпилог напоминает, знаешь, какие-нибудь книжечки для детей по логике. А вот посмотрите на эти два рисунка, и найдите теперь 10 отличий. Найдите себя. Мне вот, кстати, ладно. Давай возьмем идеального в вакууме коня дизайнера, то есть, допустим, Джонни Айла. Какими он не обладает из этих черт семи? Вот как ты думаешь? Я не знаю насчет Open to Change. Мне кажется, он гнет свою линию на протяжении уже очень долгого времени. Следит ли он за новыми веяниями? Не знаю. Мне кажется, он уже... Или все следят уже за его веяниями. Да. То есть, ну, он действительно, так скажем, из-за того, что у них огромная фэнбейс, они могут прям, что хочешь, любые тренды устанавливать просто силой. Они крупный игрок, так скажем, на бирже продуктов. И если они просто что-то делают... Ну, с другой стороны, если вдруг они откровенную шляпу сделают, вдруг пользователям не понравится. Согласен. Не бойкотируют какой-нибудь продукт. Представляешь, теперь Джонни Айф послушает наш подкаст и к жене придет и скажет, я вот делаю все нормально. Они опять им не нравятся. А мы это в этом подкасте обсуждали или нет? Мы в каком-то подкасте, да, обсуждали. Мы, может быть, да, где-то обсуждали. Напомним нашим слушателям и зрителям, что он где-то жаловался. Что, типа, вот меня бесит люди, которые копируют. Ну, имея в виду, конечно же, Самсунг. Что, типа, вот мы сидим в Apple, мы в компании Apple пошли дальше. Мы сидим там допоздна, до 11 засиживаемся, не видим жен, детей. Придумываем какие-то инновации. Нас их просто берут и копируют. Обидно. Просто по-человечески. По-человечески. Какие-то корейцы. Да. Сыгноча. Сразу хочется английские слова вспоминать. Он просто англичанин. Следующая тема. Ученый находит первый черновик Монализы. Мне нравится, что у тебя это написано скетч Монализы. Да. Кстати, я вот так всегда вот эти... Никита всегда озвучивает то, как я быстро пытаюсь в двух словах обозначить, о чем новость. Вот скетч Монализы. Так. Тоже новость с Creative Market Blog. Так вот, есть чувак некий, я даже сейчас скажу, как его зовут. Монализа, кстати, да Винчи написал. Ты сказал? Да, да, да Винчевская Монализа. Я скажу, не знаю, склоняется ли да Винчев или нет, но да Винчевская. Так вот, Паскаль Коте, французский ученый, вдруг решил, что вот типа у всего же, грубо говоря, вот ничего не делается с первого раза. Всегда есть какие-то наброски, какие-то пробы пираток, скажем. Вот он думает, что да Винчи не исключение. А вдруг типа вот он Монализа не вот сразу подошел и нарисовал. А сколько-то, вот кстати, я не знаю, ты знал, есть такое выражение рисовать или писать в стол. Ну, ну да. Что типа ты вот пишешь, но так никогда и никто и не видит. Не опубликует. Да, да, да. Вот может быть он пару Монализ в стол нарисовал сначала, написал. Они же не рисуют, они пишут. Вот. И чувак подумал, что до Винчи времена голодные были, он в тот же холст написал сначала под низ, а потом поверх, не знаю, загрунтовал заново. Может быть как там с холстом делают, я не эксперт в этих делах. И поверх написал уже окончательный вариант, так скажем. Не, просто я думаю, черновидж он для того и черновидж, чтобы потом из него сделать как бы. Как можно потом заново. Скетч, он на то и скетч, да. То есть я-то правильно как бы. А ну бывает же просто ты один вариант нарисовал, написал, простите. Отставил в сторону. Рядом его поставил. И смотря на него уже пишешь новый. Ну, я не знаю, честно сказать, я не художник. Не знаю, как это все происходит. Ну и вот он, я так понимаю, предположил-то сам нарисовал? Он не предположил. Он 10 лет изучал с помощью технологии отражения света. Я не знаю, с каким девайсом он это делал. Так. Может быть он в интернете открывал картинку, на нее свет направлял. Не знаю. Но с каким-то девасом. Девасом. С пивасом. Он еще приходил в лувр. Просто в лувре же она висит, если у нее не изменяет память. Не берусь точно утверждать. Напишите в комментариях, где она висит. Так вот, написано, что около 10 лет он изучал с помощью технологии отражения света. Здесь, видишь, есть вторая картинка, что в лучах каких-то. И это на BBC News была статья оригинале. И он говорит, типа, вот так вот было. За время написания-то она пополнела. Во-первых, да. Но у нее спина какая-то беспонтовая была. Вот, дорогие наши слушатели, не видят. И слава богу. Да и прическа. Прическа беспонтовая тоже. Но, кстати, опять же, непонятно. Там же сама загадка-то, улыбается она или нет. Вот она на скетче тоже непонятно. Улыбается она или... Скетч какой-то очень схематический, на самом деле. Она и смотрит не в камеру, так скажем, а влево куда-то. То есть... Ну, нет, я согласен. Губы как-то прям, да, да. Тоже непонятно, улыбается или нет. Но волосы у нее назад убраны. А в конечном варианте они у нее спереди. И, блин... А, кстати, вот мы с тобой как бы на ней сфокусируем. Ну, она реально худеет. Все. То есть и плечи, и это. Кстати, они у нее здесь, во-первых, открытые, во-вторых, какие-то круглые, странные. Вообще странные. Ну, неважно. Мы вот смотрим на перед, так скажем, а можно было бы посмотреть назад. Я имею в виду, пейзаж-то практически типа не изменился. Ну, кстати, да. А, ну и пейзаж тоже мог, кстати, меняться дальше. Мог. Мог дорогу как-то нарисовать, потому что-то он не проработал. Может быть, там свет так сильно не отражается, чтобы до задов пробить. Не знаю, но... В общем, идея вам, короче, нарисуйте зад Муны Лизы, и мы все посмотрим. Да, потому что как-то это прям прикольно. Кстати, автор статины пишет, что он довольно-таки скептически к этому относится. Что, а как вот стопудово ведь не проверить, никто же нам не даст покопаться. Во многих же, вот мы уже в этом подкасте обсуждали, что я смотрю сериал «Элементы», а вот в том сериале главный герой Шерлок Холмс ковырнул пару картин как-то раз там, ну в каком-то одном из эпизодов, и типа показал, что чувак какой-то на самом деле украл картину, поверх нее натянул другой холст, и грубо говоря, она у него дома просто висела, как репродукция там какого-то говна, а там внутри оказался супердорогой подлинник. И типа чувак-то знал, что у него дорогой подлинник, его это грело, то есть он фактически его не выставлял, то есть он был закрыт, но просто вот так типа можно скрыть картину. И он там прям хоп, ножичком надрезал и посмотрел. Ну вот типа мы варварством же, никто не будет заниматься и смотреть, что там в монолизе. Ну да. Бывает же соскрябывают как-то, ну я здесь не хочу сейчас нарваться на редких реставраторов в нашей аудитории, хотя может быть и хочу. Не, ну просто суть в том, что если бы он туда хоть пальчиком к ней притронулся, его бы сразу лазерные лучи, мне кажется, разрубили. Да, да, его бы Кайло Рен вышел бы и разрубил, правда со второго раза бы там у него не получилось. Ну вот кстати, он еще пишет интересный концепт, надеюсь он нас многому научит в ближайший год. Чему он нас должен научить, не знаю. Окей. Концовочка странная. И вот эта следующая статья, мы когда готовились с Никитой к подкасту, я сказал, что вот ради этой только одной статьи можно вообще весь подкаст делать. Ух ты. Так что вы сейчас прям позадорно, сейчас не ржите, наберите воздуха в грудь. То есть мы как бы ее не озаглавливали как громкую тему, но она очень крутая. Ну она, она потому что не громкая, она просто крутая, ты прав. То есть я прям тебя повторил и да. Крис Компстон пишет на Medium, на котором контент нам не принадлежит, пишет, что мой ответ мему про типа кетчупные бутылки UXVCUI. Ну мы же, мы с тобой знаем, что есть много таких мемов типа User Experience против User Interfaces. Помни, где протоптанная дорога, что там и это UI, а вот UX это вот тут протоптанная там хрень. И он пишет типа, вот мне на LinkedIn пришла вот такая картинка. Про кетчуп. Да. Very creative way to explain the difference between UI and UX. Что типа вот UI это вот стеклянная бутылка Хайнса, а UX вот это пластиковая, на которую давишь и сразу типа тебе кетчуп в тарелку. Так она еще и ставится вниз, чтобы вообще стекало. Ну то есть прям вот типа круто. У всех офисных работников классических должно прям за это защекотать сзади. А его прям сильно задело, он оскорбился, что вы нихрена блин не понимаете, вы прям говно. Это не... Но он пишет. Вот вы вообще не понимаете, что вот то, что слева это продукт. Это просто кетчуп в контейнере, то есть типа в бутылке. А для тех, кто не знает, Хайнс вот эту оригинальную стеклянную бутылку представил еще в 1900 году. В 1869 году точнее. Угу. То есть прям вообще. В 1869 году появилась бутылка, а именно в 90 появилась вот эта стеклянная бутылка. Я здесь просто... Ты не знаешь, а я открываю PDF-ку, а там есть статья. Я вижу какую. Да, статья. В статье есть ссылка, и тут 93 ерус. И вот там на тайм-ленте видно, как эволюционировала упаковка, так сказать. Вижу так. Так вот. И он пишет, что то, что было в начале 20 века, в конце 19-го, это просто продукт в контейнере. Вот какой был тогда контейнер? Вот в таком нам продукт и подавали. И вся фишка Хайнса в тот момент была, это просто что-то, блин, кетчуп. Что это охренеть круто. И если ты обычным людям, которые тогда им, так скажем, пользовались, его употребляли, просто спросишь, типа, чё, как вам? Им сказали, блин, супер, это же вообще, это кетчуп. Ты просто берешь, и тебе не надо самому смешивать там себе перец, томаты, молоть их как-то там руками мять. Потом мыть сковороду. Мыть там все, да. Это просто, блин, ты берешь бутылку, сыпешь себе кетчуп и ешь. А он сыпучий у меня. Так вот. И, типа, а сейчас это вы уже не товар получаете, а вы уже услугу получаете. Ага. Что сейчас для тебя кетчуп уже тебя не удивит. Тебя уже только подача кетчупа может удивить и удобство его использования. Потому что уже, как бы, ну, изменилось всё. И вот он пишет, что вообще-то, ну, типа, в чём дерьмо вообще стеклянные бутылки? Что там хрен со дна всё соберёшь, вот это. И тут прям он пишет, представьте, что вот всё вот, чё вы обычно привыкли. Вот это ножом соскрябывать, с самого конца бить вот это вот рукой. Я прям сразу тоже представляю и так далее. Вот. Но он пишет, что, типа, сейчас его продают до сих пор в стеклянных тоже бутылках. Кто-то из-за ностальгии покупает. Кто-то там просто по-хипстерски из-за того, что там, блин, это там было в таком-то там первом сезоне первых там кино какого-нибудь говна там. Я не знаю. В первом сезоне Доктора Кто был Хайнс Кетчуп. Всё, я ем такой же там и так далее. Так. И он пишет, это на самом деле не юзер экспириенс, то, что сейчас. Несмотря на то, что упаковка стала, как бы, продвинутой, улучшилась, это, блин, её 112 лет улучшали. Это не то, что кто-то взял, предложил сразу, только всё, блин, вот так надо. Это, это эволюция. Это не UI против UX, это просто эволюция. И он пишет, что бутылка нынче именно такая из-за того, что у Хайнса стратегическое партнёрство с Кока-Колой. Опа. А Кока-Кола владеет Plant Bottle упаковкой, именно вот этим пластиком и так далее. И они тупо сказали Хайнсу, типа, а вы теперь будете это использовать, и нам с этого практически роял тепловидно, ну не роял, а фактически у них покупать эту упаковку. Ну, они ещё и не дурно сделали, как я понимаю. Опять же, по юзер экспириенсу её. Ну, само собой, но просто суть в том, что здесь не только одним юзер экспириенсом руководствовались. Ну, я, опять же, в защиту этого же чувака, который пишет в статье, хочу сказать, что мы возьмём вот эту бутылку, которая, типа, от Кока-Колы крутая, и возьмём пачечку Хайнса, уже в которую макать картошку в Макдональдсе, которая, знаешь, маленькая такая пачечка, именно для картошки, которая выдаётся, когда ты соус покупаешь. И, блин, по юзер экспириенсу-то вот эта маленькая пачечка так круче, потому что не надо ничего выдавливать, ничего, ты просто в неё макаешь картошку и всё. Ну, это порционное, конечно, но да, вообще, я так понимаю, в ресторанах, когда тебе приносят кетчуп, дают всегда вот такую розеточку, в которую ты можешь как-то макнуть, там, туда-сюда, налить, сколько тебе именно надо, там, и так далее, то есть, да, с отдельной посудой, так сказать. Блин, если тебе в ресторанах приносят кетчуп, это круто. Не, ну а как, там же приносят, вот, когда ты заказываешь какие-нибудь чипсы вот эти, знаешь, треугольненькие, и тебе приносят к ним соус, и тебе же его в отдельной ёмкости приносят, ты прям макаешь и догадаешь. Конечно, fish and chips, signature. Да, вот именно это. То есть, здесь он пишет, что мы забыли, что вообще-то девиз был не то, что вы удобно пользуетесь кетчупом, а no meal tastes right without Heinz. Ни один, ни одно блюдо не такое вкусное, пока ты туда не добавишь Heinz, простите за мой английский. Короче говоря, на самом деле картинка, the UI, вот этот VCUX, показывает не то, что Heinz дебилы, и сначала они нихрена не понимали, а потом они, а это показывает просто эволюцию. Эволюцию того, не только как продукт-менеджеры и дизайнеры эволюционированные, но и люди, которым мало уже просто кетчупа, которые уже хотят прям... Как потребители. Да, да, да. Ну и просто и рынок расширился. Сейчас так много кетчупов, что приходится выкрутиться, выживать. Приходится Балтимор. Гаррад Дог, блядь. Да, да. Ну, короче, вот так. Ну, круто, круто. Кстати, здесь я опять PDF-ку просто сейчас развернул и увидел, что в 2011 году... Кстати, вот в 2010-м только появились вот эти твои, которые ты сказал. Которые макать в пачечку соуса. Что-то мне кажется, что... Не кажется, раньше. Мы же еще в школе жрали. Видимо, в продажу поступили в магазинах, не знаю, Deep and Squeeze на это... Макните и... И сквизайте. А, это... Это... Она лежит просто. Но на самом деле это порционные штуки, которые выдавливают совсем из мягкого дерьма. И вот в 2011-м там прям как винищи в картонных коробках такие были. Да, да, да. Тоже можете выдавливать. По 10 штук там вот эти штуки, Deep and Squeeze. Ну, до нас такие не дошли. У нас только стекло и пластмасса. Причем, скажу опять же в защиту стекла, просто пластмасса это говно, чуваки. Она выделяет всякую хрень, особенно на солнце. Бензол, например. И все это в ваш кетчуп попадает. Лучше в стекле. Потом вы его кушаете. Конечно. А лучше в стекле и еще и в темном хранить, чтобы солнечные лучше не попадали. Да, 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 да. И как лекарства многие. Настойки всякие. Ну ладно. Переходим к настойкам, то есть к нашим разделам бизнес. Первое. У нас отличная новость, я считаю. Прям вот просто... Прям новость, которая освежит наш подкаст. Музыкальная группа спаривает в Мосгорсуде блокировку рутрекер. Казалось бы, в ротажах те же новости про рутрекер, но какие? Казалось бы, обычный заголовок. Обычный заголовок. Под капотом. Под капотом. Группа кобылы и трупоглазые жабы подала жалобу в Мосгорсуд на решение о пожизненной блокировке торрентрекера и рутрекер. По-любому пацаны слушали наш подкаст и узнали, что все обвинения к рутрекеру нормальные и что рутрекер никак не может отмазаться, потому что никто, конкретно никакая личность за него не заступается в суде. И вот пацаны из кобылы и трупоглазые жабы, как далее по тексту жабы просто. Так. Вот. Они решили прям апелляционную жалобу в суд, что не надо блокировать рутрекер, потому что там и проходит свободное распространение своего творчества у группы жабы. Ну, то есть они, я так понял, давят опять же на Creative Commons, о котором мы тут разговаривали, что типа, а как быть вот с такой лицензией, где именно подразумевается свободное распространение, типа людям не дают свободно распространять. Ну и здесь лично, собственно, с помощью юристов из Роском Свободы. То есть как бы... Как там вот, Саркисян? Как у меня фамилия это? Да-да-да. Ну какой-то Ссян, да. То есть я так понимаю, не нас все-таки слушали, а Роском Свобода нашли номиналов, нашли лохов, которые... Ну ты расскажи, в чем самая-то смех. Ну, самая-то мулька в чем, да. Самая мулька в том, что, может быть, дело и не выгорит. То есть, может быть, они не смогут защитить рутрекер с помощью вот этой апелляции. Но! Они пишут. Ну и вообще, эту жалобу стоило подавать хотя бы ради следующей перспективы. При хорошем стечении обстоятельств работники Московского городского суда будут вынуждены зачитывать полное название этой группы жабы. А полное название звучит «Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего хна». Вот. И как бы даже ради того, что суд прочитает это название, причем много раз вот этим монотонным голосом, которые там вот так говорят, это будет круто. Можно, в принципе, зайти в группу жабы, они там пропиарились, им уже там все пишут, короче, и круто. Можно послушать их треки под названием «Какай», «Цедербаум» и «Геометрия любви», вот такие. Там даже видосы у них есть, которые причем надо именно на ютюбе смотреть, потому что правообладатели, а у них есть правообладатели. Кроме шуток, там какая-то рекорд-компания. Рекорд-лейбл. Да, они запретили просмотр на ВК. Смешно. Ну вот, в общем, еще одна идея для стартапа, как можно пропиариться на... Ты слышишь идеи? Я вот только сейчас заметил, что это же какой-то ВК-шный сниппет. Это что, теперь такие есть? Да, кто бы знал еще. Видимо, можно встраивать. Потому что там прям полный сниппет с ПДФ-кой, которую можно посмотреть, апелляционную жалобу, комментарии. Кстати, заметь, комментарии здесь слева, а справа лайки и репосты. Не так, как в приложении. А в приложении слева лайки и комментарии, а справа репосты. Как-то отделы-то у них не это, не синхронизированы между собой. Кстати, кстати, пользуясь случаем, надо посмотреть, а рутрекер-то открывается или нет. Вроде открывается. Да, открывается. То есть пока до февраля они ждут, видимо. И может быть, жабы все-таки смогут вытащить рутрекера из дерьма. Я прям на это очень надеюсь, потому что прикольно. Так, ну что, продолжим к следующей теме, которая у нас с мегамозга. Опять про суды. Опять про суды. На Apple подали иск на 5 миллионов долларов за сознательное замедление iPhone 4s на iOS 9. Здесь более веская причина, на самом деле. Хотя, конечно, тоже глупо и, скорее всего, ничего не выгорит, но тем не менее. Некий истец Хаим Лерман, чтобы вам как бы... Лермен, практически Леруа Мерлен. Да. Который подал коллективный иск против... Коллективный. То есть много людей подписались под этой хренью. Против Apple в Нью-Йоркском окружном суде, нигде, не в Челябинском. Вот. Что компания сознательно выпускает обновления, замедляющие работу старых версий iPhone. У него у самого 4s, видимо. Хотя, может быть, после судов будет что-то получше. Короче, и он обновился, и у него все тормозит. И как бы Apple нигде не говорит, что будет круто. Точнее, не говорит, что будет плохо, во-первых. Не пишет. А во-вторых, они говорят, что iPhone 4s типа поддерживается в новой iOS 9. То есть как бы обновляйтесь свободно, но на самом деле все хуже и хуже работает. Напишите в комментариях, если у вас 4s, и она реально хуже работает. Да. Кстати, в пятерках, ну, незаметно, да, практически. Оно всегда уже хреново работает, просто потому, что разряжается. И даже если и есть, так скажем, какие-то тупости, то я вот недавно полностью сделал сброс настроек. У меня стояло раньше приложений, наверное, 30, а для меня это, я считаю, много. Вот сейчас у меня их стоит приложений 15. И работает в 10 тысяч раз быстрее и меньше разряжается. Просто меньше говна ставьте на телефон, и все будет нормально. Хотя об этом Apple тоже не писали, и можно бы в суд на них подать. Но видишь, тут еще самая важная фишка в том, что нельзя откатиться раньше. То есть чувак вроде уже обновился, и нужно либо покупать сотни долларов, тратить на покупку нового телефона, как здесь написано, либо хрен знает, что делать. Потому что откатиться нельзя до iOS 8. Кстати, откатиться реально нельзя. Это без шуток. Ну вот, мне нравится здесь коммент, первый к этой статье. iPhone 4s все медленнее и медленнее работал с выходом каждой новой iOS, а не конкретно с переходом на iOS 9. Apple могут использовать свою защиту. Вот, ну. Смешно, да. Яна, автор, между прочим, Яна Полукорд. Да, вот напишите, если вы Яна Полукорд, хотя бы мне в личку, напишите у вас, короче, может быть у вас 6s и все летает, и напишите, как у вас experience. Следующая тема. Кодекс сделал камеру, она вот это называется. У нас про iPhone это будет сегодня еще или... А, нет, мы решили или не решили. Ладно. Не, у нас про iPhone больше не будет, хотя мы думали посмотреть, как там новая камера CES, маленькая писька, ты про это, да? Да, но камера-то DXO называется. Ну, я, ну, вслух просто скажем. Просто скажем. Да. А следующая камера не такая, не такое фуфло, о которой мы сейчас говорим, она самая охрененная камера, легендарная, я где-то прочитал, legendary. Так, тут ссылка на, есть на kodak.com, прямо на лендинг. Вы там, наверное, у Сани видите? Видит, видит, должны. Так вот, новая, новая и старая, как бы, камера, кодекс Super 8 камера, которая была еще в 1965, вот без приколов, они ее перезапускают. Это пленочная камера ручной съемки, то есть с руки можете прям хреначить. Внимание, это первая ручная камера. Первая ручная. Которая, можно было с руки хреначить. Да, и вот сейчас это, как бы, перезапуск ее, этой легендарной камеры. Лендинг охрененно красивый, мне нравится, прям все так снято, прям четкость такая, прям как у Apple в лендинге практически. Внимание, девиз аналог ренессанс, аналоговое возрождение. Да. Блин. Ну да, как вы поняли, снимает все еще на пленку. Так, а где я видел, здесь просто были цитаты режиссеров, я хочу это найти, ты тоже там включи. Кажется, на CES 2016 надо перейти, там будет слайды. Давай. К вопросу о крутом UX, к вопросу о крутом лендинге. Ну и кстати говоря, да, то есть они презентовали это на CES 2016, вот эту камеру охрененную. Вот. Я так понимаю, сразу awards у них, сразу они выиграли лучший девайс для фильммейкинга. Да, здесь есть цитаты, они просто у меня еще не подгрузились. А у меня тоже, почему-то у них очень долго работает и гениальный лендинг. Ну а как подгрузишься, скажи мне, просто от интернета даже отсоединилась. А, настолько, то есть у нас тут какие-то беды? Ну у тебя, я думаю, все нормально должно быть. К сожалению, нет. Здесь есть на самом деле... Ну там, короче, цитаты от трех режиссеров самых именитых. Первая из этих цитат Тарантино. Ну и там просто типа, вау, супер. Там, нет, я хочу, а ты, у тебя открывается? Нет, у меня пустой слайдер на черном фоне. Вот дерьмо. Нет, а интернет-то привалился? Самое главное. У меня интернет и не отваливался. А. Но он просто такой медленный, что лучше бы он отвалился. Так честнее было бы. Давай на Вайреде пока статью откроем, она у меня подгружена. У тебя тоже? Да. На Вайреде пишут, тоже прославляют эту камеру, супер-рейт камеру. Пишут, что как раз вот на этих цитатах был бы один из чуваков, который говорит, это Джей Джей Абрамс, тот, кто снял Star Wars 7, неважно. Он же этот... Он снимал на эту камеру, на старую еще. То есть он не на эту камеру, в смысле снимал, она вот только вышла. Он застал ту самую. Да, но он застал ту самую супер-рейт камеру, и вот вырос такой крутой режиссер, вот он снимал на такую камеру. И он как раз написал цитату, у меня, кстати, подгрузилось. У меня тоже. Он написал цитат A Dream Come True. То есть для него это прям вот мечта, блин. Для Квентина Тарантина это incredible gift. Видимо, ему подарили на халяву эту халяву. Да, скорее всего. Он просто шел мимо Цесс. Да. Ему так вот, Квентин, ты, наверное, не заметил. Ну вот тебе камеру. Да, но я Володя из России. Да, и последний цитат от Кристофера Нолана, тоже все знают. Он, видимо, Бэтмена unbelievably excited. Кстати, он, возможно, про свой фильм. Про какой-нибудь из последних. Он просто про фильм про свой. Да, ну, в общем, такая вот крутая камера. На Вайреде тоже ее прославляют. Пишут, что она 400 плюс баксов. Это, кстати, не очень много, я считаю. Я считаю, что это... Это даром практически. Incredibly gift. Да, особенно с учетом того, что та камера, которой хотел я поговорить про DxO, типа зеркалка для айфона, она вставляется в Lightning, но она можно и без вставления работать с ней. Она портативная, она с пол айфонечка всего лишь, да даже меньше. На пол шишечки. Да, в ней дюймовый сенсор, one inch, типа крутой, типа хороший. Хорошая оптика с светочувствительным объективом, хотя там объектив-то размером с мой большой палец, да. Типа 1.8 диафрагма. Не знаю. Сколько стоит? Я забыл. Так вот она 550. То есть, а если здесь 400 за Super 8 пленочный? Нахрена тогда это все? Если что, пленку надо? Да, да, тут комплектуха будет дорогая. Там-то SD-карточку вставил и все. А тут вот напишите, если вы снимаете на пленочную, если у вас есть Тарантины. Если вы хипстер. Так, продолжаем. Про кодек поговорили, крутая камера. Причем дизайн у камеры тоже охрененный. Посмотрите обязательно статью. Я помню, в принципе, говорили нам, что вот кодек это, как пример, одной из компаний, которая так и не смогла пойти в ногу со временем и типа сделать цифровые какие-то вещи, так и в заднице осталось. Но вот на этом лендинге есть у них внизу products, и там есть digital cameras. Даже есть наушники кодек. То есть они что-то пытаются вроде? То есть похоже что-то делают еще. Будем следить. Но вот они выиграли награду Video Maker Best Of. И даже Mashable Toppics. То есть Mashable сказали, что их камеры... На самом деле просто это, так скажем, очень гигантский СМИ повод, что кодек возвращается туда-сюда. То есть это прям вот... Это хороший инфоповод. Они, возможно, очень долго выдумывали, И они всю линейку товаров обновили именно сейчас, когда все заголовки пестрят кодек, кодек, кодек. И именно сейчас они хоп и выкатили много всяких девайсов. И может быть, может быть. Они как-то заново на коня сядут. Переходим дальше к новинкам CES 2016. Статья с mail.ru. Хайдек. Пять главных анонсов CES 2016. Все, кто вот все еще не знает про холодильники, морозильники, самые хайдечные, сейчас мы вам расскажем. Про пять главных, самых крутых. Почему-то какого-то хрена в этом списке реально два холодильника. Вот реально. Сначала начнем с LG. Отзывчивый холодильник и телевизор толщиной 2,57. Видимо, какой-то тренд на холодильнике. Видимо, пожрать уже все любят просто. И Хайнс доставать из него. Короче, да. Сначала рассказали про вот этот телевизор, какой-то телек. Там, который светодиоды охрененный черный цвет выдают. Ну, именно OLED. Органические диоды. То есть не просто диодная подсветка обычная ЖК-экрана, а именно органические диоды показывают. Но ты же вот, кстати, узнавал, что там вот шарп и все такое. И мне просто интересно, почему нельзя черный делать вообще никаким? Почему это не нолик, не выключенный светодиод? Вот если говорить про ЖК-экраны, то в IPS-матрицах именно. Почему раньше не делали? Потому что, чтобы сделать черный вообще выключенный, надо состояние выключенного. И у обычной TFT-матрицы по 3 транзистора используется на пиксель. А у IPS, чтобы черный выключить, по 4 транзистора. Так. Короче говоря, степень интеграции должна быть больше. Более мелкие транзисторы, тех процесс меньше, там, сколько-нибудь нанометров. Ну и да, то есть просто это технически сложнее сделать, потому что надо состояние выключенное еще продумывать. Понятно. И включать. Но если говорить о ЖК, то в IPS-матрицах черный он просто выключен. Но здесь в органических диодах прям еще круче. Еще круче черный, чернее черного. Да. Да, вот. И представили LG умный холодильник. Я вот очень тупо. Они почему-то этим гордятся. Мне кажется, это уже давно уже есть прозрачные какие-то двери. Ты там по ней стучишь. Зачем стучать по двери холодильника, непонятно. Короче, специальные датчики, которые... Ну, ты по ней стучишь, она там прозрачность меняет. То есть ты типа можешь, не открывая дверь, посмотреть, что внутри, я так понимаю. Ты просто... Я дополнительно сейчас смотрю фоточки. И там на фоточках-то в основном телик. И в основном-то он 2,57 миллиметра. То есть то, что он черный, хрен бы с ним. А, он еще хрен был на тонкий. Он еще просто дико-тонкий, да. То есть он реально прям вот, ну, телефон у нас толще уже, чем этот телик. Ну, слушай, у нас... Поэтому... Как обычно, переломится что-нибудь, полагает, угол отломится. Бухой кто-нибудь зайдет, облокотится, все обломается пополам. И будет черный цвет только уже. Цветных уже не будет. Да. Ну, вот, короче, холодильник, по которому можно постучать, посмотреть, что внутри, не открывая его. Тут, кстати, есть даже колбы. Да, есть колбы. Они у меня запущены просто звуком, нет? Да, да. Вот. И, естественно, он смотрит, если вы поближе подходите, она там ногой показывает. Ну, да, там датчик близости, он снизу. Да, он открывает вам дверцу. Ну, вот, объясняю. Вообще-то, типа, это инновация. Ты не открываешь холодильник, не пускаешь туда теплый воздух, экономишь электроэнергии. Так. Все, конец. А, это все? А, это все? А, это все? А, и такую инновацию, если у тебя все отключили, нахрен датчик сломался, и ты не можешь пожрать? Не, ну, открыть-то ты сможешь. Я думаю, там все равно ты можешь физически силу приложить. Ну, да, я вижу. Я хочу верить, что отказоустойчивость предусмотрена. Потому что иначе это полное говно. Вот. Но я имею в виду, сам факт посмотреть, что внутри, это прикольно. Это прикольно, я согласен. Но могли бы и кнопку сделать. На хрена стучать? Возможно, и кнопка тоже есть. Я очень хочу надеяться, потому что вот эти все постучать, хлопком свет включить-выключить. Согласен. Если не нужная Peugeot, то я... Да, да. Дальше. Huawei самый мощный в мире смартфон Mate 8. Mate 8, я не могу прям... Вау. Да, да. Супер. Короче, китайцы представили свой Huawei с 6 гигабайтами оперативной памяти. Уже будет скоро больше, чем у нас на компах. Да. И какой-то, короче, охрененно мощный. И самое главное, с красивым дизайном надо. То есть не просто какая-то лопата, а типа тут все красивенько. Причем, мне кажется, это для девочек какой-то дизайн золотой весь. Что начали? Он похож на все Самсунки, мне кажется, всего мира. Ну и опять теперь на айфоны, так как Джонни Айф плакал, что... Айфон довольно-таки кругленький. А здесь какой-то он... Ну какой-то... Похож на айфоны вот этими рамками верхними и нижними. Я просто сейчас открываю нашим уважаемым зрителям. Слушатели не видят, но представьте себе просто обычный смартфон. Представьте себе смартфон с 6-дюймовым IPS-экраном. Да, да. И они все примерно одинаковые. Ну вот охрененно мощный Huawei. Следующая новинка. А есть хоть какая-нибудь замануха, кроме мощности? Аккумулятор 4000 мАч. Android. Согласен. Сожрется. Любой аккумулятор сожрется. Хотя написано 20 часов работает при 4G браузинге. 28 при 3G. Какие-то нереальные. У меня 17 часов можно смотреть HD видео. Вау. Пылесосить в это время еще с помощью телефона. И открывать холодильник еще. Да. Так вот, далее. Samsung холодильник с HD-экраном. Так. Теперь Samsung тоже представили вслед за LG. Не отстают. Короче, хрень. Холодильник. Не просто отверстие с изменяемой прозрачностью, но полноценный сенсорный экран LCD. Вот я думал, что полноценный сенсорный экран-то давно уже есть, чтобы там нажать что-нибудь там. Все такое. Вообще для семейки гиков, как тут написано. Лучше не придумаешь. Там причем еще экран в форме смартфона. Да, и ты думаешь, там вот тут написано, что ты можешь делать заметки, репостить контент. Именно репостить контент самое важное, с холодильника. Я тебе сейчас объясню мои соображения вообще, зачем все это делается. И почему бум про холодильники, да, ты мне объяснишь? Потому что пока непонятно, какого хрена именно на холодильнике все поперло. Расскажу. Все, есть мысль. Да, дальше. Acer, крутой смартфон на Windows 10. А еще будут холодильники? Больше не будет. Тогда сразу скажу. Давай. Вот мы нынче при капитализме живем. Так. А как мы знаем из теорий, из Марксов всяких. При коммунизме-то не было такого. При коммунизме нет смысла в таком, потому что при коммунизме товар появляется, когда его произвели. Потому что на него там тратят по плановой экономике, всякое такое и так далее. А при капитализме товар появляется, когда его купили. Так. Нельзя раздать товары из магазинов людям, потому что они еще не появились, пока конечный покупатель их не приобрел. Все остальное перепродавцы. А при коммунизме, грубо говоря, компания, которая производит, компания я это назову, завод, он покупает комплектующий, производит этот товар и все, товар уже появился. Потому что его запланировали. Государство у этой компании купило столько, там, тысячу холодильников бирюса. Не бирюса, я не знаю, как там. С прозрачной дверки. А тут никто никого не купил. Чуваки взяли и практически в кредит сделали, с учетом, что они продадут. Они еще не получили эти холодильники, пока не продали. То есть это прототип. В смысле не прототип. Я, это, как бы сказать, это метафора. Фактически холодильники есть. Но не юридически никак ты не можешь их раздать просто людям. Знаешь, как вот, почему в Великую депрессию, когда был кризис перепроизводства, никто не мог просто взять и все раздать. Потому что товары еще не существует. Потому что компании, которые их производили, они их производили под честное слово, что их купят. Брали кредиты там на биржах и так далее. Не на биржах, в банках, конечно. У них акции росли тоже, с учетом того, что они должны продать столько-то холодильников. А если бы они их не продали, все, коллапс. Так вот, судя по всему, рынок холодильников просел в последнее время. Меньше стали покупать. А это полностью... А, ну, как бы мы понимаем, что, несмотря на то, что мы Samsung знаем только по телефонам, а LG только по телевизорам, у них очень много, как бы так сказать... Левой техники. Ну, просто разных мощностей. И, возможно, у них даже основной рынок делается холодильниками, просто потому что их по тендерам закупают в какие-нибудь Super 8 отели. Ну, условно говоря. Это как, знаешь, вот я, когда последний раз был в отпуске, мне объяснял чувак, что вот Bosch, вот вы все знаете Bosch по микроволновкам, да? А это все 5% Bosch-овского рынка. На самом деле, Bosch производит автозапчасти для двигателей. Офигеть. Причем вообще для всех. А я, кстати, слышал... Кстати, слышал... Поршни практически Bosch-овские. Да, что этот прогрев, короче, с помощью Bosch, да-да-да, точно-точно. Вот. То есть, Bosch, 95% его выручки, это запчасти к двигателям. Причем ко всем, и к BMW-шным двигателям, и к Feral, и к Porsche, и вообще все. Весь Volkswagen Group. Поэтому если у них Бритву не купят, похрен. Да-да, то, что если ты не купил Bosch-овскую микроволновку, им вообще насрать. Поэтому они, наверное, на CES ничего и не привезли. То же самое, как у LG, у них там процентов... Я не знаю, сколько, здесь я не буду утверждать, про Bosch-то мне стопудово сказали. Ну, условно, больше половины у LG это тупо матрицы. Причем вообще для всех, в том числе и для шарпов. То есть, они тупо матрицы производят, по-моему, крупного размера, и все. Вот, возможно, в самсунговских холодильниках сам экран это LG-шная матрица. Ну, то есть, до такого. И вот рынок этих холодильников просел, и надо срочно какую-то инновацию, чтобы все заново обновили себе холодильники. Потому что нужно же везде рост показывать, везде ВВП увеличивать. Ну да, даже корейцам. Конечно, абсурд дичающий, но вот так вот. Дальше переходим. Acer крутой смартфон на Windows 10. Представляешь, на Windows 10 вышел первый смартфон. Представляешь, на Windows 10 крутой смартфон. То-то, да, все. Ну, во-первых, крутой смартфон, представляешь? А во-вторых, нет Microsoft. Это первое, Acer, сговнились. Так, я просто помню, Microsoft, они как телки, ломаются постоянно. Я вот сейчас с тобой разговариваю именно как с рассказчиком. Не то, что я у тебя отнимаю, так скажем. Да, я ничего. Они же сначала, было то же, что все производят винфоны. HTC, Nokia и так далее. Потом Microsoft купил Nokia и сказал, только Nokia будет майкрософтовские винфоны производить. Причем, я сейчас так понимаю, возможно, это не они сказали. А просто все остальные винфоны, пошли вы нахрен, сами производите, их все равно никто не берет. А тут Acer опять, you feeling lucky punk, говоря фразами из старых кинофильмов, кинолент. Видимо, они решили, что все-таки будут брать. Я не знаю, как там это юридически закреплю, но ладно. Ну, причем, причем, короче, он выглядит более по-мужски, так, вот этот Acer, в отличие от Huawei. Он такой прям железный, дубовый такой. И будет стоить гаджет 45-48 тысяч, так что интересен в основном для корпоративных заказчиков. Вот если корпоративный заказчик... Ммм, вижу. Которая намекает на то, что, в принципе, вот функциональным одно... Что то, что это, по аксиоме из Кабара, да. Согласен. Ну, нет, все-таки там Android, там винфон, тут еще подумать надо. Слушай, я вот смотрю на Acer, и мне кажется, что это мини-крышка от ноутбука. Acer хреново выглядит. Мини-крышка по тебе, по-мужски выглядит. По-мужски хреново. Да. Да, Dell самый портативный безрамочный ультрабук. Это последний у нас, последний девайс из SES, самый громкий. Так вот, Dell презентовали ультрабук, супер тонкий, супер легкий, безрамочный, самое главное. 13-дюймовый, охрененно дорогой ноутбук. Охрененно... давай, теперь все... Ты везде... Везде количественно сказал, 13-дюймовый, а охрененно дорогой это сколько? Для наших слушателей... Для наших слушателей 1299 долларов США. А это написано в скобочках около 97 тысяч рублей. Возможно, уже больше на время прослушивания подкаста. Причем на время записи может быть одно, а на время прослушивания уже другое. Уже другое, да. Помимо хорошего железа, он имеет запоминающийся дизайн. То есть рамок-то нету нихрена. Ну то есть есть, но толщиной 5,2 миллиметра. Аккумулятор на 10 часов автономной работы. Интерфейс Thunderbolt 3, который в 10 раз быстрее. USB 3 и порт USB Type-C. Короче, по новым стандартам, прям как MacBook. Он еще, смотри, его можно полностью на ПАПА положить. Точнее, ну... Да, его можно развернуть полностью, как на iPad 10. В горизонталку. Ну, это, кстати, удобно. Это нормально. Но 1300 долларов, это, конечно... Это неудобно. Говорят, фразами классиков, конская цена. Согласен. Потому что прошку можно 13-дюймовую за эти же бабки взять. Хотя, по сути, это типа и есть прошка. Тоже типа 10 часов автономной работы, тоже USB Type-C. Да, ну на винде. Да. Так, ну давай, ты про коней заговорил? Про разработку. Не знаю почему. CSS 3 же у нас там петь. Senky 2015 у тебя называется. Senky, да. Senky. Senky причем. Да. Так вот, Крис Койер уже, так скажем, я недавно в паблике писал, что Вау, охренеть, Крис Койер сам написал на CSS Tricks. Он же уже там штат набрал, практически никто уже... Он же сам почти не пишет статьи. Угу. Так вот эту статью он сам написал. Охренеть. Ну, это просто, грубо говоря, обращение к комьюнити, поэтому он тут как батька все-таки сам. Благодарит, да? Да, благодарит. У него, правда, тут верстка, поехали. Если видишь, вот где рекламка, там вот эта серая хрень увеличенная. Она наезжает. Да. Так просто она почему-то увеличилась. Может, так и хотел? Крис Койер всегда... Согласен. Он мог как-то... Ладно, неважно. В общем, он каждый год подводит итоги. Итоги года на CSS Tricks, так назовем это все, кратенько. Угу. 72 миллиона просмотров за 2015 год. Сайты CSS Tricks.com? Да, в 2014-м было 67 миллионов. Супер. Растет на 5 миллионов больше. И он пишет, что просто постов на 100 больше, чем в прошлом году. Отлично. То есть, на самом деле, рост не очень линейный. То есть, было 278 постов, теперь 378. Угу. Казалось бы, на треть, да? Не на треть, там, на четверть выросло количество. Или на треть. Угу. Очень часто, да и не только мы, говорим о том, что сейчас король балла — это социальные сети. Угу. И вот мы как-то тут говорили про Медузу, нелюбимую мной. Угу. И они пишут, что в основном весь трафик идет в соцсетях. Помнишь, они говорили? Да. А вот у него-то наоборот, с поиска. Хотя, ну, видимо, у новостных сайтов конкуренция в поиске настолько велика, настолько одни и те же, так скажем, инфоповоды. Все у, как бы, у информационных агентств уже берут новость. Угу. Начинаешь гуглить, что-нибудь попадаешь на CSS-TX. Да, да, он как-то прям молодец. Но он неоднократно писал, что весь секрет в том, что он просто уже 10 лет подряд на эту тему пишет. Угу. Как бы, ну, что вы хотели? Пишите, и все будет. Ну, он пишет, что по ссылкам сайтов приходит 5%, из этих 5% четверть со стек оверфлогом. Отлично. Смешно. И он без... Несмотря на то, что дохрена, типа, времени и работы, усилий тратится на social media, и с них меньше всего трафика. Вот так вот. Практически ему грустненько по этому поводу. Но он говорит, что это все равно прикольно, что вообще весь experience в social media, он на самом деле и не... он сам по себе самодостаточен и приятен для него, что вот только ради просто того, чтобы смотреть обсуждения в паблике, типа, в фейсбучном, в CSS-Destrict, он готов его вести. Угу. То есть даже не ради того, чтобы на сайт с него шли, а просто вот... ну, как у нас. Наш паблик, он же тоже самодостаточен и порой значительно прикольнее, чем сайт. Мы как бы хотим это исправить в этом году, конечно. Угу. Но... Ну, то есть мы хотим вообще, чтобы каждая платформа была прикольнее, чем другая остальная. Для каждого своя прикольная платформа. Да, да, да. То есть... Я, кстати, сейчас, знаешь, что подумал? Я сейчас специально на фейсбуке вставил ссылку вот с Sanky 2015 Edition, просто посмотрите, если у него Open Graph разметка есть. Вдруг он, знаешь, не знал об этом, у него все плохо. Слушай, я... Такие вещи хочется. А ты посмотри лучше его фейсбучную группу. Сейчас пока это. Так, ну ладно. Пока я еще сухих цифр скажу. Угу. 5864 комментарии в этом году. И важно даже не то, что я сейчас проговорю это число, ну, около 6000. А то, что в предыдущем году было 9000, а двумя годами ранее 11000. Угу. Стало быть, снижается активность в комментариях. То же самое с форумом. Было 2500 новых топиков, а годом ранее было 4000. То есть меньше люди... Меньше люди стали взаимодействовать. Почему то? Может быть, взаимодействие все в соцсетях осталось? Или на стакаверфлоу? Ну, может быть. У него, короче, в группе в этом, в CSS-TX на фейсбуке 60 тысяч человек. Угу. А он причем здесь пишет, я не помню, сколько было год назад. Не следил. Понятно. За твиттером он следил. Было 160 тысяч в прошлом году и сейчас 250 тысяч. Угу. 90 тысяч фолловеров добавилось. Ну, в принципе, 60 тысяч не очень много. Особенно вот если по ВКшным меркам смотреть какие-нибудь тупые паблики, где 100 тысяч спокойно. Ну да. Кстати, кстати, да, да. А тут-то CSS-Trix, всемирно известная хрень. Видимо, на фейсбуке, ну, как-то не знаю. Пишите в комментариях, что думаете про эти сухие цифры. Пять самых популярных постов. Первое, Complete Guide to Flexbox. Угу. Всех прям, ну, на самом деле, гуглишь Flexbox, попадаешь на CSS-Trix. А потом на наше видео. Да. Надеемся. Что? Второе, Perfect Full Page Background Images. Угу. Картинки на бэкграунд. Ну, понятно. Просто, чтобы смотреть, что интересует людей. Первое, Flexbox. Второе, картинки на бэкграунд. Третье, медиазапросы. Ну, то есть, самое такое прям. Медиазапросы все еще людей в 15-м году интересуют. Четвертое, SVG. Кто-то в комментариях писал, почему на ювердизайне так много контента про SVG. Вот. Потому что он популярен. И пятый, Smooth Scrolling. Я считаю, надо снять, значит, один видос по Full Page Background Images. Да. Просто заходить и показывать сайты, типа, у нас с флешком и минут 20 видео растет. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это слишком сложно, надо, блин, для тупых Ну, как float left для дивов Сделать, давай Отлично, да Milestones, он пишет, типа, что еще прям Вот так вот много добавить Набрал staff, персонал То есть он написал, целая команда У них теперь, написал спасибо Тем-то, тем-то людям Office hours, они открыли новый формат В их платной Area Зоне Зоне области, The Lodge, которая называется Office часы Они там несколько раз в неделю Собираются по хэнгаутам И объявляется заранее, что сегодня На хэнгаутах будет такой-то чувак Из их команды, там, я не знаю, условный Роб Маккей, который разбирается В UX, и готовьте ему вопросы на UX Два часа он будет на вас в прямом эфире На них отвечать Ну и вот он пишет, что переделали Магазин на WooCommerce, помнишь, мы с тобой здесь обсуждали Почему у него было на Shopify Сначала, потом на WooCommerce Ну здесь он просто говорит о том, что Теперь он на WooCommerce Бла-бла-бла Goal review Он говорит, что Были некоторые цели Что, типа Больше Вкладывать в сам сайт То есть не только получать с него бабки А именно Вкладывать в сайт Он пишет, что Он прям пишет Что есть конкретное количество денег Которое вкидывается в какой-то, видимо, в продукт Не в продукт, в рекламу Что-то еще И как результат Больше трафика И еще больше он зарабатывает Что позволяет ему фокусироваться полностью только на CodePen 90% за денег идет с рекламы А откуда еще 10%? Вот просто мне Я с тобой хотел поговорить Не знаю, может быть ему денежки просто скидывают А, донаты? Да Так я тут даже и кнопки donate Это у него нет Ну, блин, не знаю Друзья помогают Кидают Ну, можно Да Основной спонсор в этом году Media Temple Я напоминаю Они скинули 3 House Видимо, из-за того, что они Wordpress Перестали преподавать Мне нравится эта идея Заговор Что Крис Кори Именно с Заком Гордоном Был друганом Хотя Надо спрашивать у Зака Гордона Он тебе просто скажет Что он там Монах уже Да Что все хорошо Улыбнется там Все и круто Да Так вот Ну, да Короче говоря Еще новые цели Сделать крутой Еще больше Материала Именно вот типа Flexbox Где пост В котором вообще все Что в интернете есть Все собрано У него же есть Complete Guide to Flexbox Complete Guide to SVG Где просто Пост ссылок Вот Ну, и он пишет Хочу разработать Голос CSS Tricks Вау В том смысле Что, чтобы Практически не было заметно Что разные авторы Что все в одной стилистике Пишут там задорно Весело Прикольно Просто, что это пишет Сейс Да, да Типа того Не то, что он прям Скроет имена авторов Хотя, может, и до этого Дойдет А просто, что Они как один большой организм Как один толстый организм Да, да Ну, и все Он пишет Всем спасибо Типа Этот сайт Через вас Дал мне вообще все Ну, я согласен Он, конечно Мощную хрень сделал Заходите Читайте статьи Да Следующий пост State of a developer's work life Пост на блоге Эмбер Вайнберг Казалось бы Кто такая Эмбер Вайнберг? Это баба Которая родом из Америки Потом она жила в Англии Сейчас она опять живет в Америке Угу У нее уже 15 лет Опыт в веб-разработке Но она все еще Некоторые вещи делает Как-то очень олдскульно Я сейчас Ну, мы сейчас Более подробно остановимся Я не помню С какого момента Я ее начал читать честно Угу Но я ее читаю уже много лет То есть, ну, года три точно Может быть, четыре Как я имею в виду Я не помню Как я на ее блог подписался Как так получилось Но да Так вот, она пишет Типа, вот Я вам расскажу Вообще Я каждый год пишу Как я работаю Какой у меня там Workflow Какое у меня Рабочее место И так далее Типа, все ссылки Не реферальные Она уточняет здесь Угу Физический воркплейс Она пишет И здесь у нее есть Картиночка Ее Монитора Эпловского Макбука 15-дюймового Мэджик Маус Блютузная клавиатура У меня тут Мэйк Тинот Вар Еще стоит Да Мэйк Тинот Вар Вор Да Это круто И фигурки Сейлор Мун Что еще круче Мне нравится Как они держатся На этой хрени На макпро Не, на фандермуна Бисплей Непонятно Да, она Видимо Он не двигает Не встает Там Случайно За стол Там Пузом Не задевает Ничего не падает Не знаю Ну там у нее Она пишет Есть картинки Всякие там Типа британские Но она прям вообще Она любит Англию Несмотря на то Что опять она Живет в Америке У нее прям смотри Даже коврик для мыши С Тауэрским мостом Да, кстати Погнала она Что-то похоже У нее там и кабинки Вот эти Которые Да, да Красные кабинки Вообще все Ну там у нее еще Типа карта мира В акварельках Нарисованы Почему она ее Отдельно не сфоткала Я бы хотел посмотреть Как выглядит Я люблю такие штуки Вообще карты мира Люблю Так Она То есть она Описывает Типа свой Workspace Так скажем Да, да, да Полностью описывает Свой И что она Этим хочет сказать Просто Она каждый год Описывает Что изменилось Типа Что она новое Приобрела Что изменилось В работе И так далее Пишет My digital workspace Она говорит Типа Она использует Эппловские Рабочие столы И типа У нее их там Три-четыре На которых Вот строго Разные проги На первом У нее Редактор кода Причем Пэник кода Простите За эту автологию На которой Мы тоже делали обзор Не знаю Почему она все еще Не использует PHP Storm Вот после коды PHP Storm Это просто Как глоток Как глоток воздуха Я хочу Прямо Красиво сказать Я не представляю Как можно все еще Пользоваться кодой Хрен его знает Почему кстати А по деньгам Они сколько стоят К сожалению JetBrains Компания Которая сделала PHP Storm Запустили подписочную Модель Распространения Программ Поэтому теперь надо Платить каждый месяц В общем подсаживают На PHP К сожалению Да Ну там они не только Живу PHP Storm То есть вот Умпутун Пользуется IntelliJID Для Java Программирования А у тебя подписка На весь JetBrains Получается Да нет Там разные планы То есть там Можно выбрать Только у тебя Есть WebStorm Причем Который просто Для фронтендера JavaScript Там нода И все Ну и CSS HTML Она чуть дешевле Чем PHP Storm Чем вообще все остальные Типа PyCharm Для Python Для Ruby Не помню Как называется Ну и не важно Вот В общем у нее На первом экране На Этом На Мониторе Редактор кода А на Ноутбуке Photoshop Иллюстратор Или скетч То есть она Верстает Прямо сразу В прямом эфире Направо смотрит Слева делает Ну она там Использует MAMP GitHub Десктоп Бла-бла-бла То есть это То что она Все еще пишет На WordPress Но иногда делает Статику Нам не так интересно Space 2 Хотя нам в принципе Это все должно быть Не очень интересно Но просто Как факт Что У кого как Это все сделано На втором Рабочем столе У нее браузеры На Телике Хотел сказать На мониторе И на Компьютере У нее Твиттер Почта Месседжес И всякая такая Хреновина Она говорит В основном Работает в хроме Но для тестинга Открывает в Safari И в Firefox Причем у нее Даже есть виртуалка Она на ваймваре Поднимает винду Восьмую И E-edge Открывает То есть Заморачиваясь На тесте Да Да Я просто Как бы Читая ее статья Я все ее статьи Здесь читаю Она Очень много Занимается Именно адаптацией Сайтов Версткой Под Кроссбраузер Короче говоря То есть У нее все еще Есть Такая работа Которая не подразумевает Какие-то Комплексные Штуки На вордпрессе Типа там Я не знаю Какие-нибудь Аякс Не Аякс Вылеты Там Какую-то хитрую логику И так далее Она в основном Вот все у нее На верстке Зациклено Как мы с тобой Раньше работали Тогда еще все Хорошо было Так Ну на третьем У нее Рабочем столе Всякое говно Типа Вандерлист Календаря Там Всякие бизнес Привожения На них насрать Мобайл тестинг Она делает На айпаде Первого поколения Мини Слава богу Если бы просто На айпаде Первого поколения Там уже Чувствую Вообще ничего Нельзя И шестой Айфон У нее Есть старый Андроид Два с половиной Отлично Вообще Я даже Не знаю Как она живет Все еще Ну она пишет Что все еще Не мобайл ферст Делает А десктоп даун Сначала делает десктоп А потом это Ну это очень Олдскульная хрень И ты больше Она делает Она все еще Без препроцессоров Пишет CSS Слово Олдскуль Ё-моё То есть Даже Я не говорю Контент ферст Даже не мобайл Просто Да Просто говно ферст Десктоп даун И антипрепроцессор Отлично Не На самом деле Есть что-то в этом Любит Любит Англию То есть У нее консерватизм В крови Видимо Вот в этом тоже Ну она пишет Что новые У нее плагины Любимый Контакт Форум 7 Казалось бы Новый плагин Advanced Custom Fields Pro Тоже вот Как будто бы Новый плагин Ну короче говоря Там всякие Как обычно Использует jetpack Дальше Дисказ В3 Total Кэш Она даже пишет Как она организовывает CSS Здесь Ну да Да То есть Мы не будем Это читать Потому что Есть видос Про смэкс Наши методологии Так у нее Не по смэкс Ни хрена Да конечно Господи Ну как Если у нее Даже нету Отдельных файлов Если все Ну это смешно Так Ей поэтому И надо Отдельно еще Писать Как она Организовывает CSS Потому что Она без Препроцессоров Работает Organized HTML Organizer Хочется слово Вспомнить Вот это старое Когда это большой блокнот Был Organizer Назывался Как Она как-то Умудряется Интересно Она пишет Шаблонизаторами Нет Она здесь пишет Просто Как она ID-шники Классы Называет HP EGS Все еще В основном По wordpress Лежит Комментирует Она их Хостинг Media Temple 2015 Что она выучила Интересное Flexbox И причем Она тоже говорит Что вот У Криса Койера На CSS Tricks Очень крутой Flexbox Guide К слову О Ну вы поняли О том Чем мы только что Обсуждали CSS Фильтры Не очень Новая технология Но да Еще больше PHP JQuery Что-то Ноду-то не учат React Angular Backbone Как-то Мимо нее Проходят Это не для английских Верстальщиков Видимо Да Цель Здесь 16 Передевать портфолио Как обычно Закончить дюжину Книг Про кодинг Как обычно Learn a new something Тоже как обычно Big fish Big wish Хочет пойти На конференцию An event apart Но не может позволить себе Лет в 1000 плюс долларов Видимо Надо всем скинуться Эмбер Вайнберг Чтобы она не понимает Что у нас Это скоро Уже годовая зарплата Будет Тысяча долларов Кстати Фью Короче говоря Был сложный Год 2015 Бла-бла-бла Увидимся 2016 Интернет Эксплора В 12 И 12 Января Выходит Update Который Будет Добавлять Эту Рамочку В которой Обновите Браузер Потому что Восьмой Девятый Десятый Во вторник Прекращают Поддерживать А вы Нас Собственно Смотрите И слушайте Уже Во вторник Поэтому Вы уже Находитесь В той Реальности Где Е8 9 И 10 Официально Не поддерживаются Развязывает Ли нам Это Никита Рухи Как Исполнителям И позволяет Ли говорить Типа А все Они не поддерживаются Пошли нахрен Нет Почему Потому что К сожалению Людям Донести бы Это еще Тем Которые Используют Понимаешь То есть Ты можешь Конечно Теоретически Сказать А они не поддерживают Показать На TheNextWeb.com Статью На английском Сказать Что Ну все Ну ребят Ну это уже Нет Давай мы вам Не будем А у них Чуваки Бабки Потеряют И как И все Но вещь Здесь Если Обновления Накатываются У вас В корпоративной Сети То будет Прямо Появляться Обновить Е Но если Это XP Например Которые Тоже Прекратили Поддерживать Но наверняка Не прекратили Использовать Некоторых Структур Да Особенно В России Да То там Все еще Шестой Седьмой Е И даже Если там Есть Восьмой Мне кажется На XP Даже нельзя Одиннадцатую Становить Короче говоря Вроде бы И Майлстоун Так скажем А вроде И нихрена Не изменится Ну блин Для Для веб-разработчиков Мне кажется Да Они Чуть-чуть Вздохнули Спокойно Ну Может быть Те Кто работает На фрилансе На опорке Как-то у них Отлегло Больше Так скажем Появилось Как это Блин Сказать Оснований Указать У себя В профиле Е11 Плюс Только Only Не знаю Посмотрим Следующая статья На блоге The New Code С которого Я очень часто Выкладываю Какие-нибудь Демочки Или статьи Блин Здесь реально Круто Они пишут Про 4 способа Получить Ваш код 2016 Ну и Она пишет Что типа Вообще Очень сложно Ну Классическая Заводочка Фронтендером Сложно За всем Следить Так много Всего Выходит Бла-бла-бла А есть Много Старых Привычек Нужно Как-то Идти в ногу Со временем Узнавать Вообще Что изменилось А от того Что меняется Полностью Стэк Технологии Нужно Даже И относиться К коду По-другому Раньше Можно было Просто Все в одной куче Лежит И хрен бы С ним А теперь Надо разбивать На модули Линтить Ваш код И так далее Поэтому Давайте посмотрим На 4 способа Которые Улучшат Вашу Работу В 2016 Так Первое Линт Your code То есть Проверяйте Ваш код Причем Проверка Может Относиться Как К Автоматизированным Системам Типа ESLint Который Реально Прогоняет Ваш Джаваскрипт И пишет Ошибки На такой-то Строке У вас Там Не Соответствие Типов Что-то Еще То есть Там Ну как бы Много Разных Таких Штук Есть Для Джаваскрипта Раньше Был JS Hint Сейчас ESLint Очень Крутые Штуки Которые В Некоторые Редакторы Типа PHP Storm Они Прям Встроены То есть Они Налетут И пишешь У тебя Желтым Подчеркнут Блин Чувак Ты Наверное Ошибся Кроме Этого Вот Например Для HTML Линтинг Это Во-первых Валидация Вот Мы Наверное Все Забыли Что Такое Валидация Я Помню Мы Когда В Институте Еще Учились Мы Прям Стремились Валидировать Через V3 Орг И Чтобы У нас Не было Никаких Ошибок Сейчас Не стремимся Хотя Не то Чтобы Даже Актуальность Потеряла Сколько Просто Откровенных Ошибок Уже Нет То есть Вордпресс Все Темы Не все Я Буду Идеалистами Скажу Все Нормально Уже Все Написаны Но Вот Просто Genesis С которым Я работаю И Просто Та Верска Которую Я уже Привык Писать Она Уже По Умолчанию Разметку Это Тоже Было Еще В Институте Новые Теги Мэйн Фигур Артикл Секшен И так Далее Так Что касается CSS Есть Много Разных Как бы Вариантов Линтинга Вот Эмбер Вайнберг Писала По поводу Того Что Внутри CSS Стейтмент Писать Правила В нужном Порядке То есть Кто-то По алфавиту Пишет Мы с тобой В этом Подкасте Обсуждали Кто-то Пишет По смыслу Сначала Box Model Потом Цвета Потом Все Что касается Шрифтов А потом Всякие Улучшения Типа Теней И прочего Ну вот Кто как Для себя Решил Тот Так Таких Правил И придерживаются Короче Придерживайтесь Правил Относительно Вашего Кода Это Будет Стопудово Отличной Привычкой Здесь Да Так и Написано Что Это Поможет Вам Быстрее Все Выкатывать В Продакшен Выдумывать Новые Хочется Сразу Цитату Вспомнить Из Наших Утренних Цитат Если Будешь Искать Свободы Погрязнешь В собственных Желаниях Если Будешь Искать Ограничения Станешь Свободным То есть Загони Себя В рамки И стань По-настоящему Свободным Я не помню Правда Кто автор Но Мальчиком Был Альберт Энштейн Скорее Всего Вторая Подсказка Начните Вести Разработчицкий Дневник Не в том смысле Я сегодня Сходил утром В туалет Он меня не любит Да Скорее всего Я ему Разонравилась Да Это про заказчика Причем Возможно Нужно писать О том Что ты выучил Какие вдруг Откровения Тебе пришли Типа Вдруг Наткнулся На статью Сегодня Нет времени Прочитать Запиши Что Сегодня Наткнулся На флексбокс Надо бы Разобраться С этим Круто Можно конечно Просто себе Кучу ссылок Вызбранное Добавить И потом Забыть Про это Все Нафиг Да Да Ну вот Тут Имеется Ввиду Начните Этот дневник И ведите Его И смотрите Его И вообще Как бы Ну Занимайтесь Этим Не начните Его Чтобы поставить Гавочку Что я начал Дневник Все таки Как то Учитывайте Свои ошибки Разбирайте Закладки И все Будет Очень круто Третье Начни Так скажем Сделайте Style Guide Причем Style Guide Вот здесь В значении Ну вот эти штуки Как мы с тобой Часто обсуждали Страницы На которых Сгенерировано Типа Бренд Бука Как Для Конкретного Проекта Верстаются Формы Как верстаются Кнопки И так далее И типа Исходя из этого Style Guide Вам будет быстрее Опять же Верстать Просто берете Готовые Какие-то куски И с помощью Них работаете Но Хочется еще Вспомнить Что есть еще Code Style Guide Например Но это Очень Так скажем Пересекается С первым пунктом Был даже Гугловский Style Guide Как писать Код Что там Не 4 пробела А таб Или может быть Наоборот Я здесь Не берусь Удверждать Как у них Там правильно Но Опять же Правила Правила И правила И четвертое Позаботьтесь О самом себе Вау Делайте зарядку Хорошую Здоровую диету Используйте Ну не в том смысле Что фактически Там диету Кремлевскую диету А в смысле Что жрите нормально Наконец-то Делайте перерывы Во время работы Например То есть в принципе Да Даже вместе С четвертым кодом Ох и кодом Вместе с четвертым пунктом Все пункты Практически В принципе И линд И старт Двеллберс Дайвей И take on style guide И даже Take care of yourself Это типа Как бы Структурировать Все вокруг себя То есть и код Сделать лучше И себя Сделать лучше И как бы И style guide Все сделать То есть Как бы Чтобы ты был полностью В системе Да Системный подход Вообще Ключ к любому Абсолютно Ко всему Это организация К добиванию Своих целей Так Добиванию Будем добивать Теперь раздел соцки Давай Отлично Да Первая тема Из раздела соцки Роскомнадзор Проверить личные данные Россиян У майкрософт И вконтакте А у эпл И фейсбук Нет Обожаю Заголовки Своим рук Да Особенно Их слаги Пики РКН А че это значит Избирательный Роскомнадзор Вау Тупик Выбирать же Блин Пики РКН Так вот Пики РКН На самом деле Они просто По Российскому Законодательству Проверят Несколько Компаний 12 IT И интернет Компаний По закону Охранения Персональных Данных Под проверку Попадут Майкрософт Россия Вконтакте Всякие там Супер Джоб Хэт Хантер Мне нравятся Интернет Магазины Озон Ла Мода Вайлдберрис А так же Островок Точка Ру Охренеть Да Короче всякие такие чуваки У которых есть Русские представительства И просто кто в России Находится Типа Вконтакте Они их проверят Проверят Хранение Персональных Данных Я так понимаю Собственно Но Так же Не проверят А Не проверят Так же Российский Представитель Самсунг Хьюлит Пакард А Самсунг Интересно Где Какие-то Аккаунты Они Вообще Не представляют Но возможно Видимо Самсунг Айди Какой-нибудь Который В андроидах Используется В холодильнике Будет Использоваться Опять же Всего Роскомнадзор Планирует провести Около Одной тысячи Проверок За год Че-то не очень Много Но тем не менее И Не упоминаются Зарубежные Компании Не имеющие Российского Представительства Такие как Фейсбук И Эппл Эппл же Купила Эппл Рус Или Учредила Там Ооо Эппл Рус Видимо Это не считается Как представительство Это просто Так лохи Это Просто Магазинщик Они по-моему Да Они еще Его не расчехлили Они там Что-то учредили Сделали Но еще Как бы Не заявили Ну слушай Это халява Ты и как бы И в России Не находишься Еще и проверки Под тебя Не работают Я думаю Что это Как бы Потайные Договоренности Так скажем Ну то есть Наверняка С ними Разговоры велись И они Как-нибудь Отмазали Что блин Блин Сейчас Сейчас Мам Еще 5 минут Да У нас рынок Не такой Как у Вконтакте Ну че мы Ну пару девайсов Продали Эппл Не ну Фейсбук Я думаю Но Налицо Коррупция Конечно Да Дальше Далее Про коррупцию Нетфликс У нас так Вообще У нас 2 Про нетфликс Новости Но первое Просто про нетфликс То что он пришел По любому Все слышали Так мы даже Неделю назад Сказали Что придет Мы Мы причем Сказали Даже не то Что он придет Мы по моему Практически С тобой Про пророк По пророкам Просто сказали А вот Нетфликс бы нам И он пришел Просто мы не знали Еще А он пришел Может быть Я уже не помню Чего неделю назад Если честно Видеосервис США Нетфликс Который По любому Все уже Слышали про это Теперь доступен В 130 странах В том числе И в России И в России Он доступен За охрененные бабки Я как увидел Сразу поставил приложение По приколу На айфон На свой айфон 5 Увидел Поставил Заплатил Заплатил Нет Ни хрена не заплатил Во-первых Первый месяц Бесплатно Я пока не решился Его взять Причем Сразу первый месяц В премиум аккаунт Взять охрененный Ух ты Чтобы потом платить 900 рублей 960 рублей И офигеть Присмотреть Ультра HD Ультра HD смотреть Да То есть там Аккаунты Конкретно разделяются То есть подписка Если самое дешевое Это не можешь даже HD смотреть Среднее можешь HD смотреть Но не можешь Ультра HD смотреть Ну короче вот такое Самое смешное Это Netflix.com Слэш ру А все равно Все по-английски Все по-английски Абсолютно Ни хрена не адаптированно Ничего не сделали И мне вот это Странно Почему везде Про это говорят И вообще Какой смысл Ну как бы Новость То есть к нам Пришла хрень Которая вообще Никак не адаптирована Для русского рынка Купят какие-то хипстеры Или какие-нибудь Вот мужики купят Случайно Вот Они очень сильно Будут материться Откуда они вообще Про нее узнают Да Ну просто Знаешь Ну короче Вот они оплатили И как же они будут Материться Ну ни хрена Во-первых Дукалица не перевели Во-первых Нету нормальных сериалов Каких тут Для аудитории Да А во-вторых Нет перевода Нет сабов То есть они пишут Это опять же Мы плавно Переходим к следующей новости Про то что Netflix.ru В USA Что в русском сегменте Нетфликса Восемь раз меньше Фильма Чем в СШАшном Как бы это ни звучало СШАшное Вот То есть там Кроме сериалов Там есть фильмы Да Вот в русском Там всего То есть в американском Сейчас я скажу Сейчас я найду 4591 фильм В американском И по сравнению 522 фильма В российском То есть это вообще Значительно Меньше Примерно 8 раз Тут написано Да Короче Что хочу сказать еще Я так понимаю Все таки есть К чему-то сабы К чему-то переводы Все таки есть Но не к всему Очень сильно А там и И так мало всего А еще и В общем капец Именно капец Я еще вот смотрю Что Вот эти планы Разноценовые Все отличаются По количеству экранов Которые можно использовать Это да А ты кстати зашел А ты на лендинг Да зашел? Да Я на лендинг Я зашел на лендинг Да Но я его уже и закрыл Потому что там нет ничего Здесь есть скрин Из приложения IOS И приложения Android В андроидовском приложении В баксах Причем и первый план И второй По 8 баксов Нормально Вот И есть приложение В IOS Там по русски 649 рублей Ну и там Соответственно От 640 до 960 Ну напишите Если вы поддались этому хайпу И купили какого-то хрена Или хотя бы просто Вот этот бесплатный месяц Активировали Потому что купили Тупо А кстати Я не помню тебе говорил Или нет Хайп Это оказывается Используется только В негативном смысле Ну То есть когда хайпили Хайпили Оказались говно Ага То есть Это как раз хайп Это как раз хайп А просто Хорошая пиар компания Как например С 7 звездными войнами Которые Всем не понравились А мне понравились Это не хайп Это хорошая пиар компания Окей Следующая новость Twitter и лимиты Она у тебя называется Подожди А вторую вот эту новость Про Netflix Ты тоже уже сказал Ну как бы да В 8 раз меньше Чем в USA И сегменте И все плохо В общем Они там По скрипту Написали Что Для Playstation А тоже уже по-русски Ааа Окей И на Smart TV LG Проверить к сожалению не мой Хотя мы и на Playstation не мой Блин Ни с того не с того Причем приложение В Smart TV появилось само То есть Даже не обновление Ничего Не Просто хоп И иконка появилась Как на Apple TV Когда есть какая-то Эплоская конференция На Apple TV прям Хоп И появляется кнопка Прям Посмотрите конференцию Ничего не обновляется Да Ничего не обновляется Удобно Все как-то Прикольно Следующая Новость С Ресурса Aricode.net Я не знаю Можно ему доверять По поводу этой Новости Ну мы С этого ресурса С тобой уже не раз Говорили То есть доверяем И он на WordPress.com За хостинг Круто То есть тем более Доверяем Тем более Короче Twitter подтверждает Что 10 тысяч Символов Будет лимит Для Twitter Ну как бы Я так понимаю Судей статьи Все таки Не до конца Подтверждают То есть они все еще Думают 10 тысяч Все таки Символов Можно будет в твиттерах Писать Не 10 тысяч Непонятно Собирается к концу Первого квартала Но собираются Увеличивать Да Тот самый Лимит 140 символов Который в принципе Являлся главной Фишкой Twitter Изначально Вот И Именно лента Сформировалась Под 140 символов Вся вот эта Новостная лента У тебя стоит Именно Ничего не нужно Дополнительно нажимать Раскрывать Ну Ты читаешь Текст 140 символов И все Сейчас Включая ссылки То есть ссылки Тоже учитываются Эти 140 символов Да Но видимо Они Как-то Я не знаю Что они там Сбрендил Им в голову Может там Джонни Айв Какой-нибудь Я не знаю Новый какой-нибудь Чувак Надо посмотреть Но они Подумали Что лучше Развиваться В направлении Увеличения Символов Да просто Опять же Рост Прекратился Такой сильный Надо как-то Что-то сделать Хайп Как-то еще Ну Можно хайпа Можно реальные Какие-то дела Ну вот Реальные дела 10 тысяч символов И скорее всего Здесь гадают Опять же На ресурсе И скорее всего Сила земли Да Здесь гадают На рекорд И думают Что Блин Ну скорее всего По нажатию Будешь нажимать Так будет нормальная Лента по 140 символов Но по нажатию Будет вот Раскрываться Длинная хрень Кстати здесь Они пишут Что 10 тысяч символов Это не с потолка Взято В личных сообщениях На твиттере А там есть личные сообщения Уже давно Используется 10 тысяч символов Лимит Хотя там был Лимит и 140 Там тоже был раньше Лимит и 140 Причем Даже совсем недавно Еще меньше Года назад Он там был Но видимо Уже как-то изменили Мы К слову сказать Негативно относимся Вот сразу К этому увеличению Все очарование Твиттера пропадает Он ничем не будет Отличаться Теперь от Фейсбука Ну тут не будет Там профилей Как бы там Увлечений Ну блин Фактически Все какое-то Говно становится Ну и тут еще Под конец Вот немножко Думают А как же будут Бороться со спамом Как же будут Бороться с Вот этим С кучей реплаев В одном твите Чтобы можно было Десять тысяч реплаев Сделать Короче Вот Они все думают Как ограничивать Чтобы не было Вакханалии С появлением Такого количества символов Ну вот Причем интересно Кто думает Рекоут или твиттер Твиттер-то может Уже и не думают Твиттер уже не думают Они так выкатят Похрен Или просто шлюзы Откроют Как путечка Тогда Когда Крымск затопило И все Да-да-да Следующая статья Точнее у нас Это набор статей Просто Пока были Я напоминаю Это все блок соцки идет У нас это блок соцки идет Мы как бы Это В общем Немножко приклеили К Фейсбуку Потому что Около срифтов ДТП Но короче Немножко поговорим Про виртуальную реальность Причем У нас подкаст Прошлый был Сразу после праздников Жестко Его не очень много Посмотрел Потому что все бухали Да кстати Я видел Что там полторы тысячи Просмотрел Мы будем думать Что это из-за этого Будем думать Что все бухали В этот раз Все уже проснулись И как раз Вот СЕС этому послужило Тому что Было анонсировано Очень много За этот период Виртуальных реальностей Именно девайсов Для виртуальной реальности Мы сейчас немножко По ним пробежимся Во-первых Самый главный прикол Про Oculus Rift Который в принципе Давно все про него слышат То что Вот этот главный чувак Палмер Лаки Он во-первых Факапнулся с тем Что он Еще когда анонсировал Oculus Rift Сказал что Очень дорогие девайсы Не будем делать А сделали все равно За 600 баксов Не анонсировал А когда просто Они про него раньше говорили Теперь был официальный анонс В марте Какого-то там марта А теперь Прям можно Принь заказать Уже с сайта То есть Прям без приколов Вот этот кейс Совсем 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 С наполнителем Ну совсем добром Да Совсем добром Oculus Rift Можно заказать За 600 баксов Прям с сайта Без приколов Что входит в набор Что входит в набор Я вот прям открыл Я тоже открыл Сами очки Виртуальные Они так Блин Выглядят Как будто Это маска Под водой плавать Oculus Rift Пультик Прибавлять звук Ты как бы Смотришь И звук Это время Прибавляешь Потом сам датчик Видимо движение Вот этот Вот такая стоечка И Самое важное Самое крутое Это геймпад От Xbox One Для Windows Для Windows Нет Самое крутое Это две игры А Ну самое крутое Две игры Которые уже будут адаптированы Я так понимаю Под виртуальную реальность Короче Вот такая хрень Это просто Чтобы вы понимали Что вы 600 баксов Отдаете Не просто за одни очки А еще за кучу Всяких приколов Возможно Это только В предзаказе Все приколы А потом Они уже будут Без всего Сухо продаваться Ну с пультиками И со стойкой Я надеюсь Это охренеть Можно Давай сразу Пробежимся По всем Значит Oculus Rift Вот такие пацаны Дальше Ты допустим Откроешь HTC Vive Перед этим Скажи мне А Oculus Rift Были пионерами Или нет Мне кажется Они первые Начали так широко Заикаться А потом уже Все хопы Сделали быстрее Чем они Ну кстати Да Потому что Ну были какие-то Дополненные Дополненные Реальности Типа Microsoft HoloLens Хотя Oculus Rift Уже тогда Выходили И они просто Еще как-то Легко эту технологию Использовали Круто Что вот у них Так получилось Что они Практически пионеры Потому что Их девелопмент kit Тоже года два Как можно было Купить Ну кстати да То есть Разрабатывать Можно было Уже сто лет назад Получается HTC Vive Официально Стимом Мне нравится Что они Стимом поддерживаются Поэтому хотя бы Про них слышно Потому что Если просто Было бы HTC Vive Никто бы не услышал Нахрен Кто-то такие Да Вот Они поддержатся Стимом Соответственно Возможно Какие-то игры Можно будет играть В виртуальной реальности Че-то как-то Мы пока не знаем Но Valve Вольф Или как их там Будут все-таки Это как-то продвигать Третий Half-Life Будут как-нибудь Приурочивать К нему Хотя это уже Больше анекдот Чем реально Да Тут можно В принципе Проскролить Я так понимаю Вот в конце Здесь есть фоточка Кита Вот этого всего Да Здесь есть такие Брутальные очки С какими-то непонятными Углублениями Отверстиями Как в шарике Для гольфа Для пущей Кстати да Динамич этого Как это блин Называется Аэродинамика Да Аэродинамика Да Потом есть какие-то Две хрени непонятные Че их в руках держать Не в руках Вообще не понял Ну Так Для начала А я вижу Они вместе С этой скруглой шнягой Да контроллер С они Короче говоря Квадраты Вот эти Да Они смотрят Где ты Ну слушай Если тут Отдельно контроллер Это круче Чем Xbox Gamepad Конечно По юзер экспириенсу Возможно не круче Но Просто Когда у тебя Отдельный девайс Это прикольно Может быть Там у тебя Пультик отдельный Согласен Пультик Короче HCC Vive На своей волне Там со стимом Вместе Посмотрим Что они Они тоже На CS Собственно Заявлены Поэтому Да Были Заявлены Уже Должны Были Про них Сказать Напишите В комментариях Сколько Стоит Да Мы знаем Сколько Стоит PlayStation VR И про это У нас есть Дополнительная Новость И есть Ссылка На Лендинг PlayStation VR Открыл Открыл Тут Тут Охрененный Хейтек Уже Вообще Просто Летим В бесконечность Тут Такие Очки Которые С подсветочкой Голубой Где Нужно Tron 2.0 Полный Трон Найти отца Tron 2.0 Найти отца И я не очень Могу найти Аксессуары Наверное Да Все Кроме Очков Что они Предлагают Потому что Бабки Неземные Да Стереогарнитура Хотя Хрен Говно Ни хрена Не предлагают У меня вообще На ютюбе Ролик запустился Случай Отлично Короче У нас К этому По этому Поводу Есть статья Создатель Oculus Rift Дал оценку Шлема Виртуальной Реальности От Sony Давай скажем Так Oculus Rift Работает А Это здесь В этой Статее Есть Я хочу Про Hardware Что Не на всех Банках Пойдет Это да Это мы Под конец Скажем То есть Пока Вы Облизываетесь На цену 600 баксов Oculus Rift Вы Облизываетесь Но Но Знаете Да Короче Palmer Lucky Собственно Основатель Oculus Заявляет Что блин Ну PlayStation VR Это пацаны Дороже Будет Стоит Дохрена То есть Я сказал 600 баксов Надо мной Поржали А тут Говорят Блин PlayStation Дороже Будет Стоит Давай Дороже Это Сколько А подожди Полторы Тысячи Баксов Полторы Тысячи Баксов Это Ну По русским Меркам Дохренище Получается То есть Это Это Какие-то Богатеи Будут На PlayStation Играть В эту Хрень Он Заявляет Но Тут Подковерная Хрень То есть Получается Ты PlayStation VR Надел У тебя Есть PlayStation Уже И ты Играешь А вот К Oculus Rift Ты Надел И не Играешь Потому что У тебя Какая-нибудь NVIDIA 3000 Знаешь Какой Intel 3000 У тебя Видях А А Нужна NVIDIA GTX 970 Минима И Хороший Прот Есть Да Но Сейчас Всполокнули Какие-нибудь Слушатели Сейчас И Зрители Сейчас На Пеньке Первым Всполокнули Да Вот NVIDIA GTX 970 Это Уже Круто Ну Или AMD 290 Кто Поклонник Говна Короче Вот Такая Такой Такой Прикол Короче С VR На самом деле Вот Если Честно У тебя Есть Какое-то Волнение По Поводу Того Что Сейчас Это Бомбанет И И Будет Да Свидос Какой-нибудь Да Нет У меня Нет Такого Волнения Потому Что Вот Хочется Простую Какую-то Аналогию Привести Я Не Могу Такую Придумать То То есть Как бы Это Вроде Новая Технология Вроде Все За Нью Уцепились И Вроде Выпускают Да Вот Смотри Вот Семейство Технологий Отслеживания Движений Xbox Kinect PlayStation Move И Nintendo Wii Вроде Да Вроде Давно Уже Бомбануло А Че-то Не Очень Бомбануло Я Понимаю Что Немного Замахнет Тот И Мы Возможно Не В Америке Да Да Кстати Это Тоже Всегда И Возможно Знаешь Короче Они Ружут Что там В России Не Купят Ничего Вот В Америке У нас Все Купят Нахрен Весь Oculus Rift Купят Уже Бабки Охрененные Поделились Ну Будем Посмотреть А просто Вещь Я почему Говорю Про Эти Технологии Отслеживания Не потому Что Мы Позволить Себе Не Можем Хотя И Эту А потому Что Говно Я же Пробовал Не Вставляет Вообще То То Это Ну Такое Для Легиков Я Даже Кино В 3D До Сих Пор Реально Не Очень Люблю Я Вот Из Пяти Фильмов На Которых Я 3D Не Люблю Несмотря На То Что Реал 3D Хорошая Технология У нас Уже Есть В Челябинске Оно Реально Вот Звездные Войны Последние Круто Сняты Для 3D Там Прям Много Планов Которые Просятся В 3D Но Для Меня Кинематограф Это Тарантино Я Согласен Кинематограф Это Искусство Оно Картинку Рисует Не То Что Меня Ужалит За нос За хрен А То Что Я Смотрю И Блин Мне Нравятся Диалоги Там Кстати У Тарантино Ни одного Кина В 3D О чем Можно Говорить Кстати Ты Пропросил Сказать Про Гугл Картборд Которая Будет Бесплатно Поставляться От Гугла В картонной Коробке Для Бомжей Даже Картонная Коробка Как-то Круто Выглядит Я Согласен Достаточно Хипстерски Выглядит Но Я Не Уверен Что У него Есть Возможности Прям Как Окулс Рифта Что Прям Так Круто Сделано Короче Напишите По поводу Этого Гугл Так В смысле Я Тебе Так Скажу В него Вставляется Смартфон В Гугл Картборд Андроидовский То есть Это Совсем Для Бомжей Да И Просто Нужно Еще Приложение Скачивать Которое Адаптировано Под Гугл Картборд Так Ты Можешь Сам Картон Так Выпилить Получается Ну Я Не Знаю Там Линзы Какие Ну В общем Блин Крутая Технология Напишите Пожалуйста Их Еще Несколько Разно Выберите Свой Картборд Их Там Ани Бон А Карборд 2 Там Смешно Есть Конечно Какие Типа Прикольные GC1 Глаз Гугл Так Но Выглядит Все Как Степа После Вот После CES 6 2016 Соглась Когда уже Холодильники Прозрачные Да Холодленс Полный Следующий Блог у нас Про Вордпресс И здесь Всего Пара Статей На самом Деле Вордпресс 4.5 Начинается Разработка Причем Еще Не Началась У них На 12 Января Намечен Созвон У Чуваков Где Нибудь Обсуждать Че Будет Поэтому Пока Мы Не Можем Знать Че Будет Мы Неоднократно В этом Подкасте Говорили Про Фичард Плагины Которые Типа Там Двигающийся Кастомайзер Можно Сужать Там И так Далее Который Просится Прямо В ядро Вот Будут Обсуждать Какие Из них Реально Будут Внедрять В ядро Ну И так Далее Следите За Новостями Кроме Этого Есть Еще Навигации Какие То Удобно Ну Не Знаю Посмотрим Короче Говоря Вариации Масса Этих Плагинов Которые Будут Внедрять В ядро Ну И кроме Этого Они Будут Рест Апи Продолжать Свои Потому Что Сейчас Вся Инфраструктура Есть Вы Можете Свой Плагин В Него Внедрить Но Пока Еще Не Отдаются Значения В ядре Без 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 Ничего Ни Посты Ни Юзеров Ничего Плагин Вот Как бы Описать Нашим Слушателям Может Ты Поможешь Мне Короче Говоря Плагин Вот После Нажатия Кнопки Опубликовать Пост У тебя Обычно Эта же Страница Обновляется Просто С ссылочкой Запись Опубликована Просмотрите И тебе Надо Заново Нажать Просмотреть А вдруг Ты этого Не хочешь Вдруг Ты хочешь Сразу Посмотреть И вот Здесь Есть Destination Autosave Select В котором Ты выбираешь После Нажатия На Обновить У меня Теперь Всегда Открывается View Post И ты Один раз Жмешь Обновление И у тебя Не эта же Страница Редактирования В админке Обновляется А тебя Сразу Кидает На Пост Понятно То есть Они все Играются Юзабилити У wordpress Такое Корявенькое Корявенькое Да И если ты Прям такой Супер Контент Менеджер И ты Уже Прям Сидишь И пост За постом Пишешь Тебя Уже Бесит Лишний Вообще Хоть Какие Клики Вики Ну Слушай У тебя Написано Это Как Плагин Про Сейвки Вот Да Здесь Можно Причем Я тебе Больше Скажу Не то Что Edit This Post А после Сейва Может Сразу Форму Нового Поста А Данью Например Или Edit Other Post И Можно Выбрать Какой Следующий Пост Редактировать После Этого То есть Прям Практически Командный Центр Чтобы Только Не Ждать Предзагрузки Сервера Хочется Узнать Какой Хостинг У Авторов Плагин Почему Жи Так Бесят Эти Обновления Страниц Неужели Скорее Сво Не Смар Тейп Да Скорее Сво Нет А Был бы Смар Тейп Все Закончилось Бы Легким Испугом Переходим К разделу Корпорации И Сего Мне Нарается Да Сатурн 5 Как можно Утерять Технологию Ракет А причем Заголовок На самом деле Только Об этом Это В принципе Об этом Статье Сатурн 5 Как можно Утерять Технологию Ракеты Мне Знаешь Заголовок Напомнил Дорогая Я уменьшил Детей Дорогая Я уменьшил Ракету Аполло 5 Аполло 15 Короче Говоря Есть Такая Тема Сейчас Разрабатывается В НАСА Программа СДС СЛС Простите Спейс Лендинг Что ли Спейс Лаунч Систем Система Запуска В космос Надпись На табличке Так вот И это Сверхтяжелая Ракета На которой Мы типа Полетим На Марс Ну не мы Американцы Ну да Ракета Носитель В которой Там Три части Жидко Топливные Твердотопливные И так далее По моему Две Твердотопливные Не важно И у всех Бомбануло Пуканы Ну да Это жутко Дорого Сверхтяжелую Ракету Строить И вот Все спрашивают Типа А чё Вот если Этот Сатурн 5 Который Вывел На Луну Аполлон 15 Аполлон 15 Чтоб ты Понимал Это Кабина Так называется А Сатурн 5 Это Ракета Маситель На которой Да Поднимается Если Она Типа Была Такая Крутая Она Была Реально Крутая 140 Тон Поднимала На Низкую Околоземную Орбиту В отличии Вот такая Она Крутая Была То Чё Заново Такую Не построить Нахрена Изобретать Space Launch Систем Не просто Ли это Способ Воровствовать Денег Из Конгресса И вообще Где Сатурн 5 Собственно Не просрали Ли его Вообще Ну да И был ли он Да И это же На самом деле Сам факт Того Что не делают Заново Сатурн 5 Это в принципе Хата Хотя в принципе Крутая Ракета Является Поводом Для множественных Спекуляций И что все это Придумали И вообще Никакого Сатурна 5 Не было И поэтому Сейчас Чтобы отмазаться Делают Хоть какую-то Там Ну другую Потому что Разработки Утеряны На самом деле Автор статьи Я так не понял Они Он переводит Это Анатолий Будько Или Или сам Пишет Из башки Здесь просто Картинки Все на английском Скорее всего Переводит Хотя Хрен его знает Может и сам Находит По материалам Блога Эми Шира Тейтель И ответа Роберета Фроста Понятно То есть Он интерпретировал Несколько источников В один Он здесь кстати Пишет Что во время Разработки Сатурна 5 Еще Разрабатывалась Ну была в планах Ракета Нова Которая Еще была Тяжелее Чем Сатурн 5 По планам Но ее так И не стали Разрабатывать Она 300 тонн Должна была Выводить То есть В два раза Больше чем Сатурн 5 На ней Видимо До Плутона Сразу хотели Долететь Когда он еще Планетой был Ну так вот Пишут Что Ну здесь Анатомия Сатурна 5 Для тех Кто забыл Также все В принципе Помнят Что там Жидкотопливная Всякая штука И они говорят По поводу того Что кстати Даже один раз Молния попала В ракету И именно Вот У Аполлона 12 То есть У кабины У них компьютеры Выключились А Сатурна 5 Нет Гениально Надежная Штуковина была Так вот Тема такая Что когда Ее строили Было очень много Субподрядчиков 20 тысяч Подрядчиков И субподрядчиков Это охренеть можно То есть Не одна Какая-нибудь Условная компания Типа Роскосмос Совсем занималась А все было Отдано На откуп рынку Так скажем Даже не на откуп А просто Типа Вот рыночная У нас экономика Поэтому все Будет производиться В разных местах И если Кто-то скажет Что это хорошо То есть Там Ну нельзя взять И целецентрализованно Украсть все бабки У бюджета Там И там Чего-нибудь Потому что Просто так много Мелких посредников Что договориться С ними Со всеми Давайте Обманем НАСА Ну это Глупо Но Кроме Очевидных Так скажем Плюсов Есть и очевидные Минусы На данный момент Большинство Компаний Уже закрыты То есть Ни документацию Ни запчастей Ни хрена Уже даже Ни специалистов Да кстати Да Ни специалистов Днем с огнем Не сыщешь Уже концов Ни найти И кроме Даже очевидно Того Что То есть Просто На месте Производства Сейчас уже ТРК Торгово-розничные Комплексы Мне просто Знаешь Что интересно Как они Когда еще Производили Всю эту хрень Ладно там Они раздали Всем проект Чертежи Но как они Соблюдали Все-таки Одни сделают Одну хрень Ну они как-то Заказали Мы у вас заказываем Деревянную хрень Так это у 20 тысяч Блин их проконтролировать Еще все собрать Это же блин Целое дело Как-то они между собой Возможно Были лишь подрядчики И субподрядчики Там дерево Древовидная структура Каждый друг друга Контролировал И как-то Что-то это все Происходило Ну так вот Да Кроме того Что реально Уже документация Утеряна Люди утеряны То есть Ну как бы Кто-то умел Это делать А потом Компания Расформировалась И уже никто Это делать не умеет Условно говоря Потому что Программа Space Shuttle Она была запущена После И так и провалилась Короче у нас Реальные проблемы С ракетами-носителями Так вот Кроме этого Материалы Изменились С тех пор То есть реально Были разные сплавы И сейчас уже Другие сплавы Используются Из-за того что Используются другие Славы По сопротивлению Материалов Абсолютно Другой вес Должен быть У всех деталей Ну и состав соответственно И вообще все Да То есть если у вас был Один сплав алюминия Теперь другой На него надо Из другой резины Прокладки надевать То есть Перерисовывать все проекты Короче говоря В любом случае Все сделать с нуля То есть Как бы не получится Взять и воспроизвести Сейчас Сатурн 5 Тот самый Это будет скорее всего Дороже Чем сделать СЛС Еще дороже Ну и они здесь пишут Что Вроде бы Как бы Спейс Шаттлы Должны были Удешевить Все То есть Они возвращались Туда-сюда Неожиданно Неожиданно Оказались сложными Некоторые операции Шаттлы Так никогда Не достигли Этой цели Ставь еще дороже Причем Я вот Эту статью Про СЛС Читал В одном из номеров В мире науки Там тоже Но там Вся статья Была нацелена На то Что автор Рассуждает Правда ли Будут ее делать Или не будут Типа сейчас Кризис грядет Выборы Конгресс Очень неохотно Выделяет бабки На СЛС В НАСА И НАСА Уже приходится Изворачиваться Вообще очень сильно Быть The politician Полностью продавать Вот этот свой проект Чтобы прям Все круто было Просто на Geek Times Обычно же комментов Нет тут охрене Сколько комментов Кстати 184 Да То есть в принципе Это любят Ну там Да Почитайте обязательно Статью Если вы настоящие Гики Вам должен быть Космос Как-то интересен Близок Вот Тут много комментариев Причем и автора В том числе То есть он там Видосы кидает Где реально там Очевидцы говорили Там вот это сложно Это там Туда-сюда Там уже просто Пишут о том Как плавать В невесомости Видосы кидают Попытки поплыть Выглядеть Примерно таким образом То есть В принципе за Saturn 5 Я так понимаю Все-таки отвечает NASA Да я так понимаю Ну Грубо говоря Это был заказ NASA Короче Государство Заказало у NASA Saturn 5 А NASA заказало Куча подрядчиков И сейчас уже Концов не найти И приходится Заново делать SLS Space Launch System Я не знаю Насколько сейчас Это централизован Или опять Все будет У подрядчиков Заказываться Но Хочется верить Что они учтут Ошибки Прошлых лет А еще больше Хочется верить Что мы учтем Их ошибки Сделаем Что-нибудь Покруче Быстрее А пока Круче сделал Кое-кто другое Пока сделали Space X Но они как круче сделали Они как бы Конкуренты NASA получаются Да В принципе Прямые конкуренты И по пиару Скорее по пиару В основном Прямые конкуренты Нет Они реально же сделали Впервые В истории человечества Что первая ступень Двигателя Не отваливается И падает в океан А реально возвращается Назад Еще больше Должно удешевить Полеты Ну собственно Вот тут Фоточки Которые ты приложил Мне нравится Что ты Чисто Ссылку на Фотострим Этих вот Картиночек И мне кажется Ты их просто Отрыв уже Из каких-то Илон Маск Тебе сам кинул В личку На фейсбуке На твиттере Он Десятитысячный Когда в личку Мне писал Без этих Без ограничений Он сказал Санька Посмотрите Вот этот То скажите Короче сначала Перед этим Про Сатурн Ну хоп К нам Выведите И все подумают Что это вроде Случайно На самом деле Так и хотели Да Ну в общем На аккаунте Space X photos Есть Несколько Картиночек Постеров Travel Постер Как Как бы Наше будущее В принципе Выглядело Или будет выглядеть Когда мы уже Полетим на Марс Наконец-то Вот здесь Есть несколько Постеров Они такие В стиле Не знаю даже чего В стиле Pop Pop Art Pop Modern Pop Fallout Не знаю что Pop Вот такие Как бы Рубленные края Везде Но как бы Будущее Такие Обложки Фантастики Настоящие Ну да Это типа постеры Для путешественников На Марс Ты вот сейчас Какой смотришь Первый Первый Летит Как бы Могут Спокойно На житпаках Будем летать По космосу Спокойно Будем передвигаться У нас будут Такие Какие-то Автомобили Древние Знаешь Выглядеть Будут Как Старые Вэны Хиппи вэн Да И просто Там будет Чувак С собачкой Сидит Спокойно В скафандре И не парится Ты можешь даже Увеличить И посмотреть С собачкой Да Я думаю Это ребёночек Ну это собачка Ребёночек Причём Там в комментах Написали Типа У него Жопа подгорит От такого Это Там смешно Отлично Написано Что типа Осмотрите Марсианские Долины Земли Пропасти И кратеры Вот так Вау Если у вас Жопа не подгорит Конечно Если да Если у вас Жопа не подгорит Следующий Следующий Постер Там Как бы Пара Мужчина и женщина Держатся И смотрят На закат Но как бы Это закат Уже каких-то Других планет На других планетах Мы уже смотрим Как будто Марс Атакует Так нет Это мы Типа Фобос И Демиос Это спутники Марса Их тоже Можно посетить И они на Марс Типа На сам смотрят Они на лунах Марсовских Находятся Да И как бы От них Длинная такая тень Очень тоже Рубленная такая Падает Очень круто Здесь такие тени Тоже длинные Везде падают По пиару Они стопудово Прикурянты НАСА Да Далее Олимпус Монс Саммит Олимпус Монс То есть Здесь изображено В капсуле В такой Как бы Опять же Вроде бы Вроде бы Новый Но вроде бы Типа такой Олдскульной Капсуле Да Чуваки Летят Именно По дороге Короче гора Олимпус Монс Самая высокая гора В солнечной системе Да А это так и есть И они у нее поднимаются Да Там именно подъемник На котором поднимаются Чуваки Знаешь Чтобы туристические Как бы Чуваки Да Но здесь именно Уже туризм Такой Межпланетный Туризм Ну то есть Нам прям показывают Что вроде как бы Это будет так же легко Если у Space X Все удастся Как вот В Европу съездить Да Потом там есть Беспаленные фотки Которые Илон Маск Кинул Сане Чтобы он никому Не рассказывал Там есть какие-то Много фоток Шаттлов Кусков шаттлов Которые Взлетают Отлетают Ну да Там какие-то Капсулы Это не Falcon 9 Которые Они перед этим Запускали Ты можешь в принципе Долистать Там где Именно вот этот Низ отсоединяется Легко Какая-то новая Программа Давай Ты где сейчас А вот Да Ты на ней Собственно Вот Это другая Какая-то штука Ну Они то есть Планируют Да так сделать Ну видимо То есть спокойно Низ Упал И спокойно Упал Вверх Ракеты Да Разделилась И обе части Нормально Так скажем Остались Целые Их потом Подъехали Бульдозерами Опять скрепили И все Да То есть Это та штука Которую надо экономить А на охраненных бабах Стоит Да Типа того Ну вот так Грубоко Это Сами Двигатели Их только Туда заново Топливо залил Заложил И все И опять полетел Ну и там еще много Очень фото Всяких взлетающих Ракет С разных Даже с кораблей Посмотрите Скрытые фотостримы От Илона Маска В личку Да Да На социальной сети Фликер Между прочим Он находится Последняя новость В сегодняшнем подкасте Но это как бы Не грустная новость Она наоборот Веселая Дизайнеры Переделали Логотип BBC3 Именно Третий Ну переделали Это сами BBC А дизайнеры Реагируют Дизайнеры Реагируют На это Сразу Короче Видим Новый логотип BBC3 Во-первых У тебя Вообще Есть Было Открытие Когда ты Прочитал Что есть Много BBC Знал Я знал Что есть BBC2 Я знал Что BBC2 Все знают Но BBC3 Не знал А BBC3 Ну видимо Их много Напишите Сколько Знаете BBC Вот Переделали Лого Типа Три полосы Но третья Полосочка Она как бы Восклицательный Знак Ух ты И причем BB Они в принципе Это две Одинаковые А C Это другая Буква Поэтому там Восклицательный Знак Ну Короче Можно по-всякому Да Можно по-всякому Интерпретировать Вот Причем Предыдущий Логотип BBC3 Там прям Шрифтом Предыдущий Да Предыдущий Был сделан Просто Шрифтом Написан И мне как-то Он в принципе Тоже нравится Но Знаешь Нету какого-то Консистности BBC Это 1,6,3 Другой Шрифт Ну как-то Как-то Странно Короче Больше всего И засрались На то Что Линии Под Букавками Неровные Блин Вот это К Лебедеву Надо Ну Обрати Внимание Под Бук Первый И к Левому От Я вижу Да И тут Сделал Типа OCD Видимо Это Какая-то Компания Которая Делает Дизайн Они Сделали Свой Вариант Зажирнились И как-то Даже Прикольно Натеряется Шарм То есть Согласен И лучше Бо Они Отцентровали Каждую Нижнюю Палочку Относительно Букавки Своей Было бы Стопудово Круть Хотя Тогда Тогда Не Было Целостности Того Что Квадрат Потому Что Висели Право И Лево Короче Говно Они Логотип Они Хотят Именно Чтобы Квадрат Был То есть Я думаю В этом Фишка Что Это Квадрат Ну Да Но Квадрат С Уже Чем Вертикальный Пробел Короче От Перфекциониста Я бы Это Так Назвал Ну В общем Вот Такой Новый Логотип Напишите В комментариях Что Думаете Перфекционисты Да Если Вы Регулярно Смотрите BBC 3 On Daily Basis Да И Кстати Чуваки В комментариях Пишут Что Для Них Это Читается BBC 2 Типа Две Палки А Вот Связатель Знак Это Просто Ух Все Что Они Прям В Луже Сели Смотри 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 Там Есть Этот BBC 3 Проскроль Логотип От Терри Уиларда Посмотри И там У него Ютюб Видос И у Него В Форме Троечки Еще Такой Короче Он Круто Сделал А Вижу Да Круто То Блин Он Пишет Да Ну Короче Говоря Во Первых Он Там Причем Вы можете Посмотреть Восьмиминутный Видос Он Реально Открывает В этом В Иллюстраторе Или В чем Фотошопе Я просто Не вижу Сейчас посмотрим И реально Рассматривает Да Фотошопе Реально Рассматривает Ну Понятно Полностью По кусочкам Разбирает Логотип Ну Вот Как бы Такие Новости На сегодня Надо Кстати Посмотреть Обойку Я так И не Посмотрел Что У тебя Дум За Обойка Ну Да Скажи Что Долина Чудная Долина Я даже Не знаю Она Как бы Опять же Спокойствие Вроде Но Облака Как бы Тень Кстати Да Облака Достаточно Такие Темные Суровые Это Все Опять же Суровая Реальность А солнечный Свет Это Наш Подкаст Это Не Виртуальная Реальность Это Суровая Реальность Нашего Подкаста Да Нет Я имею Что Наш Подкаст Это Солнечный Свет В ваших Буднях Серых Вы же Ворвались Уже Да И не Только Вы И мы В рабочую Действительность И вот Его все Ждут Тут Я так Думаю Это Закат Хотя Хрен его Знает Здесь Никто Не может Точно Сказать Скалистая Достаточно Местность Тут У вас В ваших Головах Уважаемые Слушатели И зрители Подходит К концу Наш Сегодняшний Подкаст Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Рассказывайте Друзьям Подписывайтесь На соцсетях Вконтакте В твиттере В инстаграме В фейсбуке В гугл плюсе Ставьте нам Если вы нас слушаете Отзывы Ой Звездочки В итюнсе И пишите отзывы И дай вам бог На эти коротенькие Семь дней Я не забуду Сегодня это сказать Так что Удачного вам Семь дня И пока Пока Приятным бонусом Станет оперативная Техническая поддержка Которая превратит Ваше родное говно Я уже вторую часть Заговнил Иными словами Впс хостинг Нужен таким проектом Который Семь Семь Семь